Итак, я открываю седание первой панельной дискуссии, которая называется «Русский мир онлайн». Не от хорошей жизни, но русский мир, как и весь остальной мир, переходит на дистант. Частично уже даже перешел. И это не только по-новому заставляет нас думать о том, как вести дальше свою работу, причем где бы мы ни работали, в Государственной Думе или в Совете Федерации, в правительстве, в университете, в школе, да где угодно. Мы должны подключать онлайн-измерения. Русская цивилизация, российская цивилизация онлайн. Выступая не так давно на открытии величественного памятника, посвященную жертвам битвы при Ржеве и героям этой битвы, Президент Путин заговорил о российской цивилизации, тогда было много вопросов, как, что это, почему, что это за цивилизация такая. Хотя на самом деле, конечно, для того, чтобы говорить о российской цивилизации, цивилизации с огромными традициями, с глубокими корнями, есть более чем достаточно оснований. И вот сейчас эта цивилизация тоже уходит онлайн, как и те люди, которые являются ее носителями. Что все это означает? Вот эта новая реальность, в которой мы оказались для русского мира, как глобального феномена, который, безусловно, продолжит свое существование и уже теперь продолжит существование в вечности, потому что все, что есть в цифре, уже находится в вечности. И что это означает для русского мира, как нашего сообщества, для каждого из нас, для тех, кто болеет за судьбу русского языка, кто думает по-русски, говорит по-русски, самоидентифицирует себя с большим русским миром. Об этом мы поговорим с участниками нашей панельной дискуссии онлайн, которые представляют разные страны, разные профессии, и которые являются авторитетными представителями русского мира. И первым я хотел бы предоставить слово Константину Носичу Косачеву, который возглавляет Комитет по международным делам в Совете Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Константин Носич опытнейший человек в такого рода вопросах. Он много лет возглавлял Россотрудничество, сейчас возглавляет Комитет по международным делам. Константин Носич, вот с точки зрения дипломатии, парламентской деятельности, аналитического взаимодействия, оценки того, что происходит в мире, с точки зрения деятельности организации гуманитарного сотрудничества, что, на ваш взгляд, означает вот эта нынешняя ситуация, и какие задачи стоят в связи с этим перед нами? Добрый день, коллеги, друзья! Хотел бы начать свой посильный вклад в сегодняшнюю дискуссию с самого главного, с культурной и гуманитарной миссией русского мира за рубежом. Почему она самая главная? Для этого нужно вернуться к пониманию самой концепции русского мира. Напомню два важнейших высказывания Владимира Владимировича Путина. Сначала 2006 год, который, по сути, стал точкой отсчета нашему пониманию русского мира. Тогда президент России заявил, цитирую, «Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами». Конец цитаты. А в 2018 году он же сказал, «Огромный русский мир никогда не строился исключительно и только по этническому, национальному и религиозному признаку». Конец цитаты. Тем самым понятие русского мира прежде всего культурно-духовное, самоидентификационное, если угодно. Это не армия агентов, но армия адептов России по всему миру. То есть всех тех, кто добровольно и осознанно причастен к уникальному культурно-историческому явлению, коим и является русский мир. Речь о десятках миллионов очень разных людей. И это вовсе не обязательно люди, являющиеся русскими по национальности, крещённые в православии или поддерживающие политику России. И на реплику о том, что к армии и флоту, как к единственным союзникам России, нужно добавить и русскую эмиграцию, Владимир Владимирович Путин в 2006 году ответил, «Не надо ставить нашу диаспору за рубежом в один ряд с армией и флотом. Российская диаспора за рубежом – это органичная часть общества и страны, в которой вы живёте». Конец цитаты. Всё это важно отметить, поскольку сегодня именно понятия русского мира активно дискриминируют и искажают, пытаясь приписать ему то, чего в нём нет, и не было изначально, с того самого момента, когда об этой концепции заговорили на официальном уровне. Одним из ключевых направлений дискредитации русского мира является подмена понятий, извращение смысла и природы этого явления, сознательная политизация и геополитизация, привнесение в него проблем безопасности и тому подобных вещей. Хотя сегодня мы видим, что на самом деле войны происходят не там, куда пришёл русский мир, а там, откуда он ушёл или откуда его выдавливают силой. В религии есть понятие «удерживающий». Так вот, русский мир играл зачастую именно такую роль для многих других народов, и уход этого «удерживающего» привёл к возобновлению застарелых конфликтов. Второе направление дискредитации русского мира – предание нападкам на Россию уже не только политического или ценностного, но этнического характера, своего рода неорасизм, который начинает обслуживать антирусские практики в других странах. Русские – как исключение из международных норм, из гуманитарной озабоченности правительств, международных организаций и некоммерческих организаций, дескать, по отношению к ним, к русским. Нарушения оправданы, ведь это русские. Вспомним хотя бы тот шум, который некоторые страны Евросоюза подняли вокруг школьной реформы на Украине, весьма жёстко отстаивая права, в общем-то, небольших меньшинств на западе Украины, но игнорируя, полностью игнорируя права многочисленных русских на Востоке, хотя именно для них дискриминации всё и затеивалось. И везде, не только на Украине, в качестве аргументов приводят доводы про государство-агрессор, про оккупацию, хотя речь идёт о гражданах собственных странах. Почему я сказал про то, что именно культурно-языковое измерение русского мира является фундаментальным и его самой мощной опорой? Потому что все эти борцы с русским миром борются на самом деле именно с его культурным магнетизмом и влиянием. Они запрещают язык и кино не потому, что это язык и культура агрессора и оккупанта. Но наоборот, изобретают агрессии и оккупации, в кавычках, именно для подавления всего русского у себя. Их пугает, условно говоря, не Шойгу, а Достоевский. Невозможный приход российских дивизий на подмогу соотечественникам, а успех Маши и Медведя у их собственных детей, которым они могут противопоставить только нелепые запреты и исторические мифы. Эти запреты тем нелепее, чем очевиднее, что русские диаспоры как раз легко встраиваются в среду проживания и, увы, довольно разрознены, не сильно склонны к самоорганизации. Конечно, это составляет проблему для работы по линии Министерства иностранных дел, Россотрудничества, Фонда Русский мир и других организаций. Но с точки зрения местных властей и общества это как раз должно служить успокаивающим фактором. Ничем не рискует тот, кто обеспечит им права, которые, между прочим, гарантированы международными конвенциями. А на что-то, выходящее за рамки права, никто и не претендует. К сожалению, на деле часто происходит прямо противоположное. Разрозненностью и не очень сильной активностью русских пользуются, чтобы проводить политику дискриминации, вытеснение русского языка и культуры. И дело не в пятой колонне. Повторю, боятся той культурной мощи, которая стоит за русскими. За ней вековые пласты гуманитарного влияния во всем мире, на фоне которых местечковые, антирусские интерпретации прошлого выглядят довольно жалкими. Именно поэтому я считаю, что работа с упором на сохранение этого влияния и есть ключевая в наших взаимодействиях с зарубежным русским миром. Мы понимаем, что особенно сегодня, когда в кризисе отношения с Западом, когда горит по периметру России, а тезис о враждебном русском мире как раз ключевой при разжигании пожаров в постсоветских обществах, вам приходится очень нелегко. Но тем не менее, это в интересах самих русских за рубежом, чтобы поддерживать очаг русской культуры и симпатии к ним у местного населения. Иначе, возможно, худшие сценарии. Произойдет дегуманизация русских, когда в них перестают видеть равных себе, начинают открыто третировать по национальному признаку, превращать в изгоев уже в школах, в бизнесе. 2020 год стал трудным для всего человечества. Русский мир не исключение, конечно же. Резкое обострение конфликтов и прежде всего на постсоветском пространстве, где проживает большинство русских вне пределов России, рост национальных эгоизмов, взаимных претензий даже среди союзников по блокам. И все это на фоне общего вызова пандемии коронавируса. Увы, даже в этих условиях люди не прислушиваются ни к голосу разума, ни к словам генсека ООН, призвавшего отменить санкции и прекратить применение силы. Однако жизнь подсказывает и новые форматы работы, один из которых мы успешно применяем в данный момент. И для такой глобально рассеянной диаспоры, как русская, новые цифровые технологии и платформы это, можно сказать, новый шанс и новые возможности. Эксперты отмечают один важный тренд в жизни людей, который напрямую затрагивает и национальные меньшинства. Происходит виртуализация жизни, когда формальное место жительства все меньше увязывается с профессиональной деятельностью, культурным пространством и повседневным общением. С гордостью отмечу, что как раз русскоязычное пространство одно из самых, можно сказать, продвинутых в мире, начиная от современных привлекательных страниц музеев и кончая соцсетями, объединяющими друзей, бывших сослуживцев и одноклассников со всего постсоветского пространства. И все это – огромный виртуальный русский мир, который живет уже своей жизнью и объединяет тех, кто мог никогда так и не узнать друг о друге. И здесь можно не только восполнить пробелы в общении, образовании или культуре, но и заняться самоорганизацией по интересам, не выходя из дома, не покидая страны, защищать свои права и делиться опытом и лучшими практиками. Разумеется, цифровизацией нашей жизни таит в себе и риски, и новые угрозы. Я процитирую легендарную Ирину Антонову, президента Пушкинского музея. «Смешно отрицать необходимость современных мультимедийных проектов. Они очень важны прежде всего как информация, как доступность, демократический подход. Но главная задача в эпоху телевидения и интернета – найти баланс между контактом с подлинником и его многочисленными репродукциями, будь то наушники, экран или монитор. Консервы искусства не заменяют самого искусства. Мы живем в век репродукций, и кто-то на этом останавливается. Век репродукций грозит стать веком человеческой поверхностности». Но, разумеется, все это проблема не столько русского мира, сколько всего человечества. Искать правильные балансы между ежедневным потреблением бесконечной информации и приобщением к подлинным ценностям. Технологии могут облегчать путь к книге, но не заменят ее для духовного саморазвития человека. И на этом, кстати, зиждется вся русская классика, в которой человек, даже самый маленький, был всегда в центре внимания. В этом ее лицо, узнаваемое и любимое во всем мире, а вовсе не в тех ужасах, которые пытаются приписать русскому миру. Другое дело, что в цифровой сфере, как и в любой другой, важны правила и права. И здесь я бы специально отметил, что вопросы информационной безопасности были впервые включены в повестку Дня ООН в 1998 году по инициативе именно нашей страны, России. Российская резолюция по безопасности в киберпространстве уже не первый год принимается Генеральной Ассамблеей ООН все большим числом голосов. Россия вынесла на рассмотрение Генассамблеи ООН предложение о выработке новой конвенции по борьбе с киберпреступлениями. Месяц назад, 25 сентября этого года, было озвучено официальное заявление президента Российской Федерации о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности, в котором, например, предлагается, я цитирую, во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и других высокотехнологичных методов. То есть перейти от взаимных обвинений к жизни по правилам. Пока нас не слышат, но мы уверены, что именно за российским подходом в будущее киберпространство должно получить свой свод правил, которые бы оберегал и государство от потенциальных агрессий, извини, и самих граждан от посягательства на их права. Полагаю, было бы важно донести эти инициативы до всего мира, поскольку сейчас нередко происходит искажение нашей позиции и сути наших предложений, а они прозрачны и вполне осуществимы. В заключение хотел бы поблагодарить вас, большую виртуальную аудиторию русского мира, за возможность поделиться своими мыслями и выразить надежду на то, что скоро мы сможем увидеться и вживую. Но пока давайте пользоваться новыми коммуникационными возможностями, ибо, по моему глубокому убеждению, русский мир, это не только культурное явление, но и процесс. Это живой, развивающийся организм, который успешно осваивает и новые среды, и новые технологии с нашей общей помощью. Спасибо за внимание. В добрый путь. Спасибо большое, Константин Осич. А вот следующий наш выступающий не так давно встречался с президентом Российской Федерации, и, помимо прочего, пожаловался президенту, Владимиру Владимировичу Путину, на то, что россияне стали меньше читать. И, наверное, это так. Хотя измерить, как россияне читают, довольно сложно. Ну, понятно, можно измерить, как они читают книги, как они покупают книги, даже как они покупают книги онлайн. Это измеряемо. Но сейчас люди читают все, в том числе то, что находится в открытом общественном доступе, и не обязательно это можно измерить. Многие люди действительно не выходят из интернета, но там огромное количество такой информации, которая не представляет никакой ценности, хотя может представлять очень большой интерес для большого количества людей. И, конечно, это вызов для культуры, для культуры чтения, для традиционной русской, российской образованности. Я хотел бы, чтобы слово взял человек, который действительно очень погружен на протяжении уже многих десятилетий в продвижение идеалов русского мира, советнику президента, Российской Федерации, и председателем Международной Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимиру Ильичу Толстому. Пожалуйста, Владимир Ильич. Спасибо большое, дорогой Вячеслав Алексеевич. Добрый день, дорогие друзья, коллеги, участники Ассамблеи Русского мира. Сегодня мы, к сожалению, встречаемся на расстоянии, но я очень надеюсь, что не за горами уже те времена, когда мы снова будем встречаться лично, воочию, общаться. Мы очень скучаем по этому общению, но сегодня реальность такова, что мы проводим нашу Ассамблею в таком формате, удаленном, в формате видеосвязи. Вячеслав Алексеевич сказал, что задал мне тему выступления. Это проблемы чтения сегодня, в наш век, в современную, в цифровую эпоху. Что изменилось, что меняется на наших глазах, что ждет нас в будущем, недалеком и далеком. Я убежден, что природа человека остается неизменной в чем-то важном, глобальном. Времена меняются, меняются технологии. История книги, как явление, насчитывает уже не одно тысячелетие. История книги, такой, как мы ее привыкли видеть, привычной нам, печатной книги, тоже уже несколько столетий. Середина 15 века, появление первых печатных книг. И за это время, конечно, произошло очень много технологических революций, можно, наверное, так их назвать. И каждый раз, когда происходило какое-то новое глобальное изобретение, появление чего-то принципиально нового для людей, сразу же появлялись мнение о том, что то, что существовало прежде, должно умереть, прекратить свое существование. Появление радио и стали предрекать кончину книги. Появилось телевидение и стали говорить о неизбежной скорости смерти театра. когда возник кинематограф, тем более, театру предрекали скорую гибель. Ничего этого не произошло. Сегодня интернет занимает огромное пространство нашей жизни, полностью захватил информационную среду. и раздаются голоса о том, что вот, ну уж теперь это точно все и книга, и радио, и телевидение, и театр, и кинематограф, все заменит цифровое пространство, интернет-пространство. Думаю, что это тоже не так. Если говорить конкретно о чтении, то сегодня нужно подумать о том, что просто есть два принципиально отличающихся друг от друга, два разных способа, два разных метода чтения. Это как будто бы даже два разных явления, просто называющихся пока одним и тем же словом. Потому что есть, сохраняется еще чтение фундаментальное, глубокое, неспешное. Это такой диалог читающего с пишущим, читателя и автора, где идет глубокое погружение в художественный текст и создание каких-то миров во время этого чтения. И чтение совсем другое, чтение поверхностное, необходимое просто для того, чтобы получить быстро какую-то информацию. Они принципиально отличаются одно от другого. И понятно, что сегодня как раз интернет-пространство, интернет-технологии диктуют такой массовый тотальный переход к чтению быстрому и поверхностному, которое позволяет за очень короткое время найти уже обработанную для тебя колоссальный объем информации. Что-то может быть остается, но в целом, как любая поверхностная информация, она в основном проскакивает и понимает, что ты в любой момент можешь снова ее добыть, когда она тебе понадобится, в два-три клика найти практически любой ответ на любой интересующий тебя вопрос. Заменяет ли это то самое глубокое фундаментальное чтение, о котором я говорил? Конечно, нет. Не заменяет и никогда не сможет заменить, потому что на эту тему уже сделано немало исследований, которые со всей достоверностью говорят о том, что в нашем мозгу происходят совершенно разные процессы в двух этих случаях. И если в первом случае, в случае такого внимательного, глубокого взаимодействия с текстом художественным, публицистическим, историческим, поэтическим, любым, происходит колоссальная внутренняя работа мозга. Он откликается, пульсирует и создает новое качество, то во втором случае этого не происходит. И если мы не хотим себя объединять, если мы хотим оставаться людьми творческими, интересными, интеллектуальными, мы не должны подменять одно другим. Нужно умело пользоваться тем, что дают современные технологии, нужно, конечно, ориентироваться во всех новинках цифрового пространства, но при этом если есть желание быть, если хотите, даже каким-то особенным, это тоже становится признаком некой, в самом лучшем смысле этого слова, элитарности, как хорошее высококачественное образование, так и умение, вот так искусство читать по-настоящему делает тебя даже в конкурентной современной среде человеком более успешным, умеющим и знающим больше, способным не только на воспроизведение информации, но и на творчество, на способность что-то придумывать, созидать, фантазировать, изображать. Поэтому мне кажется, что это будет существовать еще долгие-долгие-долгие годы, десятилетия, столетия вместе. Книга умрет только вместе с самим человечеством. Я очень надеюсь, что это не грозит ни одному, ни другому. И, конечно, очень важно каждой нации, каждому языку, каждому этносу сохранить свой язык, свои лучшие произведения, которые писались и копились, накапливались десятилетиями, столетиями. Только на этой основе можно продолжать развиваться. Только сохранив прошлое, можно смотреть в будущее. Это прямо касается и русского языка, и русского мира. Если мы хотим сохранить русский мир, мы должны сохранять русский язык, и все лучшее, что на нем когда-либо было написано. Спасибо. Поблагодарим Владимира Ильича Толстого. А сейчас я хотел бы передать слово владыке Илариону, который, конечно, всем нам хорошо знаком, как председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский и член Попечительского совета фонда «Русский мир». Ваше высокопреосвященство, вот действительно для церкви нынешняя ситуация это тоже очень серьезный вызов. Мы знаем, что священнослужители оказались на переднем краю прямо и борьбы с коронавирусом, потому что они занимались и духоподъемной деятельностью, им приходится работать очень много с паствой, в которой есть много заболевших. Сами священнослужители мы знаем, представители разных конфессий сильно пострадали от вируса, они находятся действительно в самой гуще, в зоне риска. Многие отдали уже свою жизнь своему пастырскому служению. Это действительно серьезный вызов, но при этом конечно и деятельность церкви в этих условиях, когда может быть и сокращаются возможности общения с прихожанами, когда действительно и сама церковь все больше уходит в онлайн, очень важно, чтобы сохранилось вот это духовное единство церкви в широком смысле этого слова это касается и русской плавославной церкви и исламской уммы, это касается буддистского вероисповедания иудейского, что означает нынешняя ситуация и что такое русский мир онлайн для церкви. Пожалуйста, Владыка. Уважаемый Вячеслав Алексеевич, уважаемые участники Ассамблеи Русского мира. Сердечно приветствую всех вас, а также друзей русского языка и русской культуры. Сто лет назад, в ноябре 1920 года, последние эскадры императорского Черноморского флота покинули Крым, увозя в неизвестность тех, кто не мог смириться с попранием веры, идеалов и ценностей, переданных предками и бережно хранимых современниками. Незаурядные, порой трагические человеческие судьбы создали основу той великой общности, которую сегодня мы называем русским зарубежьем. В рассеянии оказались не только представители знатных родов, но и выходцы из сословий, которым более не находилось место на родине. Значительная часть епископата, духовенства, мирян Русской Православной Церкви разделили участь изгнанников. Обустройство церковного управления, вынужденный разрыв с центральным церковным руководством, оставшимся в Москве, стали болезненной раной на теле нашей Церкви. Она требовала врачевания, поиска путей обретения Богозаповеданного единства. Деяния многих церковных тружеников принесли свои плоды. Божией милостью спустя десятилетия нам удалось прийти к единению. Так, в 2007 году было восстановлено каноническое общение Русской Православной Церкви за границей с Церковью в Отечестве. А год назад за Божественной Литургией в Храме Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Кирилл вручил архиепископу Дубнинскому Иоанну грамоту о восстановлении единства архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью. Это, безусловно, стало историческим событием для соотечественников, проживающих в Европе, истинный масштаб которого смогут в будущем оценить историки. Оглядываясь на прошедшее время, мы с благодарностью Богу можем говорить о собирании некогда рассеянного русского православия. Святейший патриарх Московский и всеяруси Кирилл свидетельствует, наверное, нужно было испить до конца чашу разделения, порожденную человеческим грехом, революцией, гражданской войной, отчуждением и пройти столь непростым путем, чтобы Господь преклонил к нам свою милость и сказал «Дети, хватит, объединяйтесь». Этот призыв предстоятеля Русской Церкви обращен и ко всем нашим соотечественникам, проживающим ныне в разных государствах и на разных континентах. Церковь Христова всегда являлась и является Церковью единения. Мы твердо знаем, что сила Церкви, сила народа нашего, крепость народного духа заключается в единстве и соборности. Этот год для всех был особо тяжелым из-за введения противоэпидемических мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции. В некоторых наших храмах за рубежом только в середине сентября после шестимесячного карантина было разрешено властями возобновить богослужения. Церковь, стараясь поддержать прихожан, организовала сбор и раздачу людям продуктов и предметов первой необходимости. Где это было возможно, с соблюдением всех мер предосторожности верующих причащали на дому. К ним приезжали специально подготовленные священники. Пастырское душепопечение и дела милосердия особенно актуальны сейчас, когда люди остро почувствовали свое одиночество. Мы стремимся с помощью современных средств коммуникации доносить до наших соотечественников красоту православного богослужения, отвечать на волнующие людей вопросы посредством видеоконференций. Сегодня развиваются проекты по духовному образованию в режиме онлайн. Эти необычные обстоятельства дали всем нам прекрасную возможность задуматься о цели нашей жизни. Готовность поддержать ближнего, жертвовать собой в трудных условиях — вот основы бытия русской души и благодатная почва для нашего единения. Благословение Божие и молитвенный покров Царицы Небесной в преддверии празднования Казанского ее образа да пребывает со всеми нами. Спасибо, Ваше Высокое Преосвященство. Следующий выступающий ветеран наших ассамблей, потому что Михаил Ефимович Швыдкой специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству выступал еще на самой первой ассамблеи русского мира, которая проходила в стенах Московского государственного университета, и тогда он обращался с приветствием президента Российской Федерации. Михаил Ефимович, я понимаю, что у вас сейчас очень тяжелое время, потому что международное культурное сотрудничество это общение, это поездки театров, это возможности театральных коллективов гастролировать, это возможности встреч самых различных, это международные форматы, но они все предполагают общение, они предполагают поездки. Вот что в нынешних условиях можно делать, чтобы международное культурное сотрудничество не прекращалось, и что можно сделать для того, чтобы какие-то новые возможности себя открыть в связи с тем, что информационные технологии стали более доступны все большему количеству людей, и все большее количество времени проводят онлайн. Пожалуйста, Михаил Ефимович. Большое спасибо, Вячеслав Алексеевич, за столь теплое и доброе представление, но видит Бог, за эти годы русский мир сделал так много, что желание помочь ему и внести свою толику небольшую той деятельности, которой я занимаюсь профессионально, всегда в радость. Понятно, что русский мир, как и, наверное, весь мир сегодня переживает сложный период, потому что пандемия бушует и в европейских странах, и в Америке, и в Латинской Америке, и в Азии, но, как это ни парадоксально, отношения между людьми стали более, может быть, частыми, потому что встречи стали более частыми, все очень изменилось. Онлайн дает возможность довольно быстро реагировать на самые разные возникающие ситуации. Понятно, что в марте, когда учреждения культуры были закрыты, мы переживали некий шок, но уже в начале апреля началась довольно серьезная работа. я не говорю сейчас о встречах министров культуры стран Содружества Независимых Государств, встречались министры культуры ЮНЕСКО, вели мы диалог и с министрами культуры Европейского Союза, но дело в другом, учреждения культуры довольно быстро вышли в онлайн, и я приведу только один или два примера, за апрель месяц было 15 миллионов посетителей Эрмитажа, 15 миллионов, при том, что в обычный год Эрмитаж посещает 5, 5,5-6 миллионов человек, то есть за месяц в три раза больше, чем за год. Понятно совершенно, что это были люди из самых разных стран, в том числе люди, представляющие русский мир, потому что в большой степени экскурсии, которые проводились по Эрмитажу, велись на русском языке, но не случайно Эрмитаж запустил несколько проектов, которые были на иностранных языках, и благодарность министра культуры Италии, который в мае получил Эрмитаж за удивительную выставку на итальянском языке, связанную с итальянским и русским искусством, это такой очень показательный символ того, что учреждения культуры продолжали работать и продолжают работать в онлайн довольно активно. Надо сказать, что все руководители самых известных учреждений культуры мира постоянно общаются. Приведу буквально несколько примеров. Недавно мы проводили большую такую встречу деятелей театра постсоветского пространства по инициативе наших туркменских друзей и туркменских коллег в ней участвовали крупнейшие режиссеры из Молдовы, Казахстана, Таджикистана, России, Беларуси. В общем, это была встреча людей, которым не безразлично то, что происходит в их театрах. И, естественно, мы говорили о том, как сохранить это пространство, в том числе пространство русскоязычных театров. В этом году свое 175-летие отмечает старейший русский театр за рубежом, я имею в виду Тбилисский русский театр, в котором работали великие режиссеры, которые прославили нашу страну, начиная от Немировича Данченко и заканчивая Георгия Александровичем Товстаноговым. Совсем недавно, несколько дней тому назад прошла встреча, такая дискуссия деятелей театра Франции, прошу прощения, несколько дней тому назад прошла встреча деятелей культуры Франции и России, и мы говорили о том, как в этих условиях пандемических сохранить и приумножить наши связи и межмузейные, и межтеатральные, какие механизмы нужно создать, чтобы этот процесс продолжался. Если же говорить о русском мире, непосредственно о русском мире, я приведу, пожалуй, два примера. 27 октября я встречался в Афинах с моими коллегами, министром культуры и туризма Греции Линой Мендони и специальным представителем правительства Греции послом Элиасом Клисом, и мы обсуждали очень важную, с моей точки зрения, дату. В следующем году исполняется 200-летие со дня создания Греческой Республики, со дня начала освобождения Греции от Ига Атаманского, и в этом смысле это дата русского мира, потому что, как известно, первым президентом Греции 200 лет тому назад был управляющий делами Министерства иностранных дел Российской Империи Иоанн Каподистре. И вот это соединение и православных традиций, и совместной освободительной борьбы, и формирование того духовного пространства, которое связывает две страны, я думаю, что в следующем году это будет один из очень значимых проектов для русского мира в целом, потому что я думаю, что наши греческие коллеги, и они об этом помнят, особую роль отметят того, какую сыграла Россия в начале формирования нового греческого государства. В конце ноября, в начале декабря состоится очередной форум, который мы проводим нашими американскими коллегами, форум под названием Фортрос. Это форум, который так назван в честь первого поселения российских, первого форта русского на американской земле, и уже несколько десятилетий мы проводим это важное мероприятие. Это история о том, как русский мир, войдя на землю нового света, проявил себя, это было удивительное явление такого мирного сосуществования русских граждан, которые пришли в Соединенные Штаты Америки по линии российско-американской компании, с Аляски, как они обустраивали жизнь на американском континенте, какие связи завязывались с местным населением, это тоже удивительный знак того, что русский мир приходит в новые территории, в новые пространства именно с миром. Слово мир, как мы знаем, имеет два значения. Это не просто определенное количество людей или определенное пространство, это еще душевная открытость, это еще желание принести в мир ценности, которые позволяют делать этот мир устойчивым, доброжелательным, плодотворным, позитивным, и я думаю, что эти качества русского мира проявляются в тех проектах, о которых я сказал. Понятно, что мы привыкли, как люди русские, все-таки встречаться, жать друг другу руки, обниматься, иногда выпивать по рюмке, это такое естественное желание такой тактильной близости, но сегодняшняя ситуация нескорена, и тем не менее, я уверен, пройдут месяцы, мы снова встретимся, в привычных для нас формах, за пределами виртуального пространства, а сейчас, я думаю, что виртуальное пространство сыграло свою роль в том, что мы сохранили все контакты и связи, то общение, интенсивное общение, которое длится последние 8 месяцев, когда мир вступил в период пандемии, оно необычайно важно, и в этом смысле мы должны понимать, что в зуме общаются ученые, которые разрабатывают вакцины, в зуме общаются врачи, которые сегодня ищут методы лечения больных этим новым, новой этой заразой ковидом 19, зум сегодня помог сохранить образовательное пространство русского языка в том числе, потому что все курсы русского языка, которые существовали, перешли в онлайн, и этот процесс продолжается, мы по-прежнему приобщаем людей к российской культуре, многонациональной российской культуре, и в этом смысле наряду с петербургскими московскими театрами и музеями и учреждениями культуры концертными площадками работают такие же онлайн-площадки в Казани, в Уфе, на Дальнем Востоке, жизнь продолжается, и в этом смысле я уверен, любые испытания русскому миру под силу, не случайно мы записываем нашу сегодняшнюю конференцию в музее Победы на Поклонной горе, мы победительны, потому что мы несем в мир добро, гуманизм и понимание того, что жизнь можно построить только на мире, и всем миром, я думаю, мы справимся с любой бедой. Всего вам самого доброго, до встречи за пределами онлайна, я думаю, что это наступит довольно скоро. Поблагодарим Михаила Ефимовича Швыдкова. Следующее слово я хотел бы предоставить Анатолию Васильевичу Таркунову. Ну, прежде всего, я думаю, от лица всего русского мира, всех континентов, всего земного шара, мы должны поздравить академика Таркунова с его недавно состоявшимся 70-летием, с высочайшей правительственной наградой, и пожелать ему много сил, здоровья, успехов в его очень нужной, сложной и, я уверен, очень благодарной работе. Анатолий Васильевич на протяжении многих лет возглавляет МГИМО. МГИМО – это кузница кадров не только для нашей дипломатии, но и для всего русского мира, поскольку там учатся люди из самых разных стран. Сейчас очень многие из них даже не могут приехать в Россию. Очень многие учатся дистанционно. Кто-то хотел бы поступить, и, может быть, не поступил, потому что не смог приехать. Вот образование, образование русского мира в эпоху онлайн. что оно означает и какие здесь вызовы и какие возможности. Слово Академику Туркунову. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы сегодня участвуем в 14-й ассамблее русского мира, и я думаю, что за прошедшие годы очень много узловых вопросов, связанных с взаимодействием в рамках русского мира, вообще с пониманием русского мира обсуждалось на наших ассамблеях, и я совершенно уверен, что все эти обсуждения, дискуссии, участие широкого круга людей, заинтересованных, дало свои, несомненно, результаты. Вместе с тем, мне кажется, что нынешняя повестка дня исключительно актуальна. Действительно, мы с вами столкнулись в этом году с непредвиденными и, по сути, непредсказуемыми обстоятельствами. Мы все так или иначе перешли в мир виртуальный. Конечно, наше живое общение с представителями русского мира, с теми, кто активно занимается продвижением идеи русского мира за рубежом, такое общение оффлайн, имело совершенно принципиальное значение. Отсюда и много конференций, семинаров, обменов, открытия кафедр. Я на некоторых городах кафедр побывал за рубежом, встречался с активистами эти кафедры и всегда убеждался, что, конечно, живое общение это самое главное. Но это в натуре человека и это понятно. Но вместе с тем нынешние условия побуждают нас все больше и больше использовать удаленку, как говорят студенты. Мы знаем это хорошо и по преподаванию в университете, когда целый семестр в прошлом году мы занимались на удаленке и сейчас вынуждены значительную часть наших занятий также перевести на удаленку в связи с пандемией. Но это, конечно, должно и побуждать нас и мотивировать к тому, чтобы активнее и активнее использовать новые средства, связи, которые, конечно, стремительно развиваются на наших глазах. Они по существу совершили уже несколько революций за последние 10 лет. И эти способы и средства позволяют реализовывать те цели, которые были определены в момент развития этой идеи, развития идеи русского мира и ее продвижения. Я имею в виду организационного развития. Естественно, идея русского мира существовала на протяжении многих столетий. Что касается роли, которые могут играть университеты и играет наш университет. Конечно, мы исходили из того, что вся наша дистантная работа, в том числе с многочисленными иностранными студентами, а их у нас более тысячи человек, позволяла и тем людям, которые заинтересованы в российском образовании, заинтересованы в актуальной информации о России, о том, что здесь происходит, использовать те ресурсы, которые были задействованы в ходе этой дистантной работы. И я знаю, что очень многие наши коллеги, в том числе давно окончившие институт, россияне, которые проживают за границей, использовали эту возможность, подключались к занятиям, подключались к лекциям, к публичным лекциям, я сам выступал дважды с публичными лекциями, в том числе по вопросам победы нашей во Второй мировой войне и мирового политического процесса, и затем посмотрел счетчик на утюбе, и на наших ресурсах увидел, что очень много наших иностранных друзей, партнеров, людей, которые посещали институт, посмотрели эти материалы. И мне кажется, что вообще все ресурсы, которые сегодня задействуют на дистант, особенно, когда речь идет о и специальных курсах, и регулярных курсах, должны быть доступны для наших зарубежных партнеров, доступны для тех людей, которые заинтересованы в продвижении идеи русского мира. мы более того имеем ведь целый набор курсов, которые направлены на то, чтобы подготовить наших выпускников и правленных и нацеленных на работу на дипломатическом поприще, и на тех, кто будет работать в самых разных структурах, журналистики, в общественных организациях, коммерческих структурах, подготовить их для того, чтобы они понимали в качестве одной из своих целей важность работы с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом. У нас есть целая специальная программа на факультете управления и политики, которая связана с подготовкой специалистов в гуманитарной сфере, и там есть курсы, которые связаны с работой с соотечественниками. Более того, здесь на базе университета пока он не оказался в условиях заставляющих работать главным образом в дистанте, мы не раз проводили мероприятие, в котором самое деятельное участие принимали наши соотечественники, проживающие за рубежом. И мы нацелены на то, чтобы эту работу активнейшим образом продолжить. Если говорить о том, как можно использовать тот мощный потенциал, который уже существует за рубежом, то, конечно, я хотел привлечь прежде всего внимание к работе наших ассоциаций выпускников за рубежом. Эти ассоциации очень разные. Положим, если говорить о странах Центральной Европы, то эти ассоциации представляют собой главным образом выпускников, граждан этих стран. Чехии, Словакии, Болгарии. Это большие, мощные ассоциации, которые работают на постоянной основе, оформлены как юридические лица. Но в их работе, что очень важно отметить, принимают участие и российские граждане, которые проживают на территории этих стран, или которые приняли гражданство этих стран, жены, мужья. И я, когда встречаюсь с нашими выпускниками за рубежом, часто вижу там и наших соотечественников. Но есть организации наших выпускников, которые состоят главным образом из наших соотечественников. Одной из таких организаций, которая в эти дни отмечает 15-летие, является ассоциация выпускников в Швейцарии. Она была одной из первых, которая юридически оформилась как лицо в Швейцарии и работает очень активно не только собственно с самими выпускниками, они и в международных организациях работают, и в банковских структурах, но проводят немало мероприятий для работы собственно с швейцарцами. И это очень полезная и очень важная работа, поскольку принимают участие и политические деятели, и журналисты, и общественные деятели. И ассоциация является организатором многочисленных конференций, семинаров, которые проходят в разных городах Швейцарии, или соорганизатором. И это, на мой взгляд, исключительно важная и полезная работа. Вообще, мне кажется, что было бы нужным и необходимым активнее задействовать выпускников российских вузов за рубежом. У них очень мощный потенциал, но иногда не хватает энтузиастов, которые занялись бы организацией вот такого рода ассоциаций, больших вузов, которые выпустили не одну сотню, не одну тысячу выпускников для той и той страны. И у них есть и желание, и возможности для того, чтобы все энтузиасты русского мира или люди, которые с большой симпатией относятся к России, к русскому миру, были бы намного деятельнее, чем это мы наблюдаем в настоящий момент. Что касается информационной политики России, то, конечно, развивать русскоязычное пространство. Я думаю, что очень многое делается в последнее время. Как я понимаю, в эти дни будет отмечаться юбилей Russia Today. Я вам скажу, что был скептиком, признаюсь, когда этот телеканал начал работать. не казалось, что он сумеет завоевать такую большую популярность. Это огромные средства, это и огромное человеческое вложение специалистов, профессионалов в эту работу. Но мы сегодня просто восхищаемся деятельностью Russia Today. И когда ты приезжаешь за границу, особенно пока не было пандемии, и довольно часто мы выезжали на всякого рода мероприятия, то практически во всех гостиницах есть возможность смотреть Russia Today. Очень многие смотрят Russia Today на языке страны, и там очень выверенная, очень актуальная информация, и очень высокопрофессиональная. И я хотел бы и Russia Today поздравить, пользуясь случаем, уверен, что представитель Russia Today принимает участие в Ассамблее, и здесь, конечно, и русскому миру надо очень активно, что он и делает, впрочем, использовать такого рода каналы, использовать бумажную продукцию, которая существует в зарубежных странах. Вы знаете, иногда даже удивляет, что, положим, может быть, не массовый какой-то журнал, но какой-то маленький журнальчик, который начинает выпускать для туристов в той или иной стране, например, на Кипре. Он пользуется большим спросом не только у туристов, как справочник, но и у людей, наших соотечественников, которые проживают в той или иной стране, и более того, он актуальную информацию доносит до этих соотечественников, они ведь все время находятся в общении с гражданами этих стран. Это тоже очень важный ресурс, который в будущем, мне кажется, надо было бы активнее задействовать. Так что я хотел пожелать всем участникам Ассамблеи, всем, кто заинтересован в продвижении русского мира, я думаю, что это большинство наших сограждан успехов, ну и, конечно, берегите себя в это непростое время. Спасибо. Спасибо Анатолию Васильевичу. С нами сейчас Михаил Владиславович Дроздов, председатель Всемирного Координационного Совета Российских Соотечественников. Он выходит с нами на связь из Шанхая, который стал чуть-чуть дальше, после того, как полеты туда сильно ограничены в последнее время. Координационный Совет Соотечественников часто собирался в разных местах земного шара. Сейчас, конечно, возможности для этого стали гораздо меньше. Интересно, конечно, узнать, как Международный Совет Соотечественников и как вообще соотечественники в современном мире общаются. Ясно, что это общение онлайн, оно было и раньше. У нас в базе данных фонда «Русский мир» более пяти тысяч партнерских организаций, которые были связаны с нами так или иначе онлайн. И ясно, что эта связь, она была менее актуальна, и сейчас она, безусловно, актуализируется. Ну и, конечно, я думаю, всем очень интересно, как китайский опыт сейчас приложим и для решения тех проблем, которые стоят перед всем человечеством, связанной с коронавирусной инфекцией, и для решения проблем, связанных с гуманитарным сотрудничеством. Китай все-таки действительно показывает удивительный пример того, как можно в течение короткого времени решительными, серьезными действиями справиться с коронавирусной инфекцией и вновь запустить механизм экономического роста. Китаю это удалось, но я надеюсь, что это удастся и всему русскому миру. Михаил Владиславович, пожалуйста. Дорогие друзья, приветствую вас из Китая. Мир, столкнувшийся с пандемией коронавируса, сейчас поставлен перед вопросом, насколько та самая пресловутая мобильность, которую все стали считать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, предполагающей быстрое перемещение из одной точки планеты в другую, международную кооперацию, движение капиталов необходимо. Мы наблюдаем этот процесс в динамике и уже можем сказать, что меняющийся мир будет отличаться от того мира, к которому мы привыкли, и касаться это будет самых разных вещей. Серьезно сократится международный туризм, уходят в онлайн-покупки. Кстати говоря, у нас в Китае эта система уже практически реализована. Приобретение товаров через многочисленные китайские интернет-платформы, такие как Таобао и другие, очень распространено. Среди всех моих знакомых и друзей традиционными магазинами практически уже никто не пользовался и раньше, но теперь, думаю, эта тенденция получила серьезный толчок к развитию уже во всемирном масштабе. Онлайн-общение, которое больше шло в текстовом формате, в формате социальных сетей, теперь все чаще и чаще переходит в видеоформат. И от этого мы уже никуда не уйдем. Это затронет всех, включая, разумеется, и наше всемирное движение соотечественников. Это коснулось многих компаний, которые, отправив некоторых своих сотрудников на удаленную работу, подумают, а зачем, собственно говоря, нам платить деньги за эти большие офисы, когда люди могут делать ту же работу из дома. Я сам в Китае занимаюсь консалтинговым бизнесом и с грустью смотрю на то, что наш красивый офис в самом центре города во многом простаивает без дела. Часть сотрудников работают удаленно, многие клиенты, не имеющие возможность приехать в Китай, звонят нам по видеосвязи. С некоторыми из моих ключевых сотрудников, еще зимой застрявших в России и не имеющих возможности вернуться в Китай, мы смогли выстроить настолько эффективные взаимодействия, что их отсутствие на рабочем месте практически не заметили ни мы, ни клиенты. Если мы до этого говорили по телефону, то сейчас распробовали вот эту форму и поняли, что все это достаточно просто и эффективно. Если перейти к текущему состоянию нашего движения, следует напомнить, что соотечественники живут на всех континентах, кроме Антарктиды. Тенденция перевода многих встреч в онлайн-формат открывает для нас новые возможности, которых не было раньше. Пригласить к участию в наших мероприятиях людей с разных концов планеты стало не только возможно, это стало возможно делать, имея минимальную техническую и финансовую базу. Именно так силами нескольких энтузиастов при организационной поддержке Русского Географического Общества и нашего Всемирного Совета чуть больше месяца назад была проведена конференция «Любимый Харбин», в работе которой приняли участие не только современные русские харбинцы, но и десятки представителей старой эмиграции из Австралии, США, Европы, ученые из России. Причем география российских участников простиралась на тысячи километров от Владивостока до Москвы. С развитием современных технологий соотечественникам стало гораздо проще получать методическую и иную помощь, связанную с обучением наших детей русскому языку, отечественной истории, проходить разнообразные курсы, привлекать репетиторов и так далее. Так что эта форма общения закрепится. Я в этом просто убежден. Кстати, от многих участников нашего движения я неоднократно слышал о том, что сформировавшаяся за многие годы система наших конференций уже немножко стала приедаться. Возможно, эти встречи стоит делать по какому-то новому образцу. Очные встречи, в которых принимают участие соотечественники, должны предполагать большее знакомство со страной, с более широким кругом людей. Формальные разговоры вполне можно вести онлайн, послушать выступления друг друга, какие-то реплики дать и так далее. А вот поездить и посмотреть своими глазами реальную жизнь, познакомиться с тем, как живут соотечественники в той или иной стране, поговорить с ними, зайти в их дома, посетить школы или кружки, которые они там организуют, встретиться с представителями властных структур, все это, может быть, станет более важным направлением для будущего взаимодействия в живом формате. Осенью этого года как раз в эти дни должна была состояться наша традиционная всемирная конференция, посвященная вопросам, связанным с взаимодействием бизнеса и соотечественников. В рамках этой конференции предполагался выезд участников в российские регионы. Мне кажется, это была очень хорошая идея. Пусть такого рода мероприятия проходят реже, но зато с большим охватом событий. Конференции не должны ограничиваться залом заседаний. Конечно, то, о чем я только что сказал, это не истина в последней инстанции, но это вопрос для обсуждения и для того, чтобы все-таки выработать нам какие-то новые формы работы. Говоря о ближайших задачах, как мне кажется, важно поставить цель не растерять то, что у нас уже есть. Все-таки за последние годы нами создана весьма разветвленная русская сеть в виде коррекционных советов и тех сотен или даже тысяч организаций, которые входят в эту нашу систему. Я считаю, что это наше достижение, поэтому крайне важно было бы эту сеть сохранить. В то же время нужно отдавать себе отчет, что в течение какого-то срока, сейчас трудно сказать какого, глобальность будет снижаться. Поэтому многое в нашем движении будет переходить на страновой уровень. В свое время наше движение получило свое развитие, вырастая до всемирного масштаба, идя за общим трендом глобализации. Сейчас тренд пошел в другую сторону и для всех нас, в течение многих лет, занимавшихся строительством всей этой системы комбинационных советов, это очень серьезный вызов. Универсального становится меньше, а значит, и многие процессы, связанные с развитием русской диаспоры, будут больше зависеть от страновых особенностей. Строить работу с соотечественниками в том же Израиле по тем же лекалам, как мы делаем это в Китае, или делают коллеги в Молдавии, становится невозможно. В результате кризиса, когда обмелял поток грантов и прочей поддержки, многие люди, которые пришли в эту структуру в надежде на выгоды исключительно для себя, будут вымываться, будет происходить очищение движения. Мы все последние годы видели эту тенденцию, но сейчас, мне кажется, она усилится. А что касается будущего, нам необходимо прежде всего подумать над смыслами, ради чего нам нужна зарубежная Россия. Современное русское зарубежье, конечно, очень сильно отличается от первых волн русской миграции. Они были отрезаны от России, и от этого, как мне кажется, страдала и Россия, и они сами. Сейчас у нас нет этого противостояния, и нам нужно понять, чем мы можем быть полезны друг другу. Важно, чтобы ушел скепсис и со стороны некоторых российских властных структур, которые, как я чувствую, к современному русскому зарубежью относятся без особой, я бы сказал, надежды. Но нужно, чтобы ушел этот скепсис и у тех людей, которые волей судьбы оказались за рубежом, здесь прижились. Надеюсь, что кризис принесет не только негативные последствия, но и даст нам возможность в очередной раз почувствовать, что мы, проживающие за рубежом, и Россия, это часть единого организма. И нам просто нужно научиться, чтобы этот организм использовал функции своих разных частей правильным образом. Будем к этому стремиться. Я считаю, что такую дискуссию важно было бы развивать. В завершении своего выступления хотел бы выразить искреннюю благодарность Вячеславу Алексеевичу Никонову за его работу в Комиссии по внесению изменений поправок в Конституцию России и, в частности, за участие в формулировании вошедшей в итоговый текст Конституции поправки, касающейся соотечественников, проживающих за рубежом. Надеюсь, принятие данной поправки откроет окно возможностей для перезапуска многих процессов, связанных с взаимодействием России с соотечественниками, даст зеленый свет для реализации свежих инициатив, связанных с этой работой. Искренне благодарю всех за внимание. Поблагодарим Михаила Владиславовича Дроздова. А сейчас я с особым удовольствием представляю хозяина всего этого великолепия, где я сегодня нахожусь. А я, напомню, нахожусь в стенах Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Хозяином является, естественно, директор этого музея Александр Яковлевич Школьник, наш давний друг и партнер, который, на мой взгляд, в этом году сделал потрясающую работу. Когда будет возможность, обязательно придите в музей. Я приглашаю людей со всего земного шара, когда будет такая возможность вновь приехать сюда, посетить музей. Москвичи могут сейчас приходить в этот музей. Сходите. Потому что экспозиция, которая была здесь сделана к 75-летию Победы, она действительно потрясающая. Потрясающая творческая работа. Такого вы не видели нигде. Вы можете пройти по ступеням Рейхстага, вы можете пойти по улицам Берлина 45-го года или по улицам Вены или Будапешты 45-го года. Вы сможете пройти по заснеженной дорожке, потому что улицы там уже не было, разбомбленного немцами Новгородского Кремля около памятника разрушенного тысячелетия России. Потрясающая экспозиция. Обязательно придите сюда. Александр Яковлевич, ну вот смотрите, музеи испытали очень серьезный удар. Даже Музей Победы, даже год 75-летия Победы, когда просто ни сюда не смогли прийти школьники, которые, я думаю, с восторгом посмотрели эту экспозицию. Но тем не менее музей продолжал свою работу, продолжал действовать. Вот что для музейного сообщества, для вас, для человека, который хранит память о Великой Победе, новые условия, что для вас Русский мир онлайн? Уважаемые участники 14-й Ассамблеи Русского мира, искренне признателен за возможность выступить перед такой уважаемой аудиторией. Позвольте поприветствовать вас от коллектива Музея Победы и от всех членов Общественной Палаты Российской Федерации. Как заместитель секретаря Общественной Палаты России, хочу отдельно поблагодарить Фонд Русский Мир и лично Вячеслава Алексеевича Никонова за ту важную созидательную работу по популяризации русского языка, продвижению русской культуры и сохранению исторической памяти во всем мире, которую фонд проводит уже многие годы. Ассамблея Русского Мира проходит накануне одного из самых значительных государственных праздников в новейшей истории России Дня Народного Единства. События нашей многовековой истории ярко свидетельствуют о том, что сила российского государства всегда заключалась в его единстве. Единство нашего народа даже в самые смутные, сложные и темные времена помогало защитить Отечество и изгнать врагов и завоевателей с нашей земли. Именно единство нашего народа на разных исторических этапах являлось той мощной национальной идеей, которая помогала отстаивать суверенитет нашей Родины. И в конце концов стала в духовном и нравственном смысле всеобъемлющей идеей русского мира, тем гуманистическим посланием, которое Россия адресовала всем людям на планете. Убежден, что единство и сплоченность советского народа в годы тяжелейших испытаний Второй мировой войны, когда угроза коричневой чумы нависла над всем человечеством, стали тем самым непобедимым и несокрушимым оружием в борьбе с нацизмом, благодаря которому в этом году мы празднуем и 75-летие окончания Второй мировой войны, и 75-летие победы Великой Отечественной. В год памяти и славы мы заново переживаем и переосмысливаем события 75-летней давности. Мы обращаемся ко всему миру с честным и искренним призывом сохранять историческую память во имя будущего новых поколений. Об этом очень точно и емко сказал наш президент. Владимир Владимирович Тех 75-летию Победы. Он подчеркнул, что только общая ответственность перед историей и будущим помогут сохранить существующий миропорядок, укрепить безопасность и стабильность на планете. С таким же посылом Россия обратилась к Организации Объединенных Наций, чье 75-летие мы тоже отмечаем в этом году. Сегодня перед всем миром стали новые угрозы и вызовы. Снова в глобальной повестке выживание всего человечества, борьба с пандемией, которая отнимает человеческие жизни и требует объединения усилий всех стран. И здесь Россия вновь готова протянуть руку помощи всему миру. Возвращаясь к юбилею Великой Победы, Россия и весь русский мир, особенно в последние несколько лет, оказались в эпицентре информационных атак, которые усиливались по мере приближения памятной даты. Нашу страну, как правоприемницу Советского Союза, обвиняли чуть ли не в развязывании Второй мировой. Красную армию, которая освобождала Европу от нацизма, называли оккупантом, позабыв, что красивейшие города мира, те же Прага, Вена, Краков, сохранили свою удивительную архитектуру и культурные ценности только благодаря бережному отношению солдат Красной Армии. Не хотят западные интерпретаторы истории вспоминать и о том, что многие народы просто были бы стерты с лица земли, если бы на пути беспощадной нацистской машины не стал тот самый простой наш солдат-победитель. Тот самый, которому в июне 20-го этого года торжественно открыли грандиозный монумент под Оржевом в память о миллионе и почти 444 тысячах убитых, раненых и пропавших без вести на Ржевско-Вяземском выступе, в память о 27 миллионах не вернувшихся с фронта и погибших в тылу наших предков. Ржевский мемориал советскому солдату стал еще одним филиалом Музея Победы, местом памяти и местом силы. Создавая масштабную экспозицию «Подвиг народа», которая открылась в Музее Победы к 9 мая в онлайн-режиме, мы изучили сотни уникальных архивных документов, просмотрели огромный объем кинохроники, десятки тысяч фотографий, бросили клич по всей стране с просьбой присылать предметы быта, вещи, письма, дневники, которые стали документальной и исторически достоверной основой новой экспозиции. Мы объединили кино, театр, музыку, литературу с возможностями прорывных новейших цифровых технологий и получился эмоциональный, исторически правдивый, основанный на фактах рассказ о малоизученных, но очень важных и героических страницах жизни наших людей за пределами фронта. Масштабная, красочная, объемная картина поколения победителей, где художественные образы подчинены одному девизу «Ничего, кроме правды». Особенно такая многожанровость пришлась по душе подрастающему поколению. Ведь каждый ребенок мечтает о захватывающем путешествии во времени. А здесь, с помощью сочетания различных технологий и художественных приемов, он такую возможность получает. Понимая, что пандемия закрывает границы и невольно лишает нас главного дара человеческого общения, Музей Победы одним из первых сумел перевести свою аудиторию в виртуальное пространство. Экспозиция «Подвиг народа» была показана, как я уже сказал, на канале «Россия 24» 9 мая и стала подарком всем нашим ветеранам. Потом появилась ее виртуальная версия на нашем сайте и в Ютубе. Конечно, «Подвиг народа» стал самым главным проектом музея в год памяти и славы. И, судя по количеству просмотров тематической экскурсии на Ютубе и в соцсетях, она вызвала огромный интерес у аудитории и даже попала в тройку лидеров в ТикТоке официального аккаунта «Культура РФ». Всего же по различным разделам новой экспозиции мы создали около 20 онлайн-экскурсий, которые просмотрели десятки тысяч человек. В условиях, когда музей был вынужден закрыть свои двери для посетителей, мы стали два раза в неделю размещать на Ютуб-канале экскурсии «Викторины» по экспозициям и залам, а также программы о самых интересных экспонатах. Позднее на нашей интернет-площадке появились мастер-классы и аудиосказки для самых маленьких гостей. Всего за прошедшие месяцы мы подготовили более 50 экскурсий, 25 мастер-классов, 15 аудиопостановок, которые посмотрели более 150 тысяч человек. Еще одно важное направление нашей работы – всероссийские уроки мужества. На сегодняшний день прошло более 50 виртуальных занятий, героями которых стали ветераны из разных городов нашей страны. Это уникальная возможность для школьников пообщаться с подлинными героями событий военного времени и задать им вопросы. Кроме того, мы стали активнее использовать новые форматы для наших онлайн-проектов. Например, включили элементы викторин виртуальной экскурсии или добавили мультимедийные элементы в видео, аудио, в новые онлайн-выставки. Безусловно, использование онлайн-форматов расширяет возможности для обращения с самой разной аудиторией в мире. И если участники нашей уважаемой ассамблеи найдут время заглянуть на наш сайт или на YouTube-канал нашего Музея Победы, то смогут оценить ту работу, которую мы проводим с детьми и юношеством, с нашими общественными и ветеранскими организациями, с соотечественниками и коллегами в разных странах мира, создавая выставки, организовывая конкурсы, концерты, тематические фестивали и акции, посвященные событиям и героям Великой Отечественной. Музей впервые стал проводить онлайн-программы к памятным и праздничным датам, например, ко Дню Победы, Дню Памяти и Скорби, Дню Защиты Детей, Дню Семьи Любви и Верности. Во время пандемии мы запустили две масштабные всероссийские онлайн-акции «Цвета российского флага» и «Свеча памяти». Тысячи людей из разных регионов России присоединились к патриотическим флешмобам и прислали фотографии, которые вошли в грандиозный калаш российского флага на портале «Культура.РФ» и калаш из «Свечей памяти», который демонстрировался на мониторах в Музее Победы в День памяти и скорби. Коротко хотел остановиться еще на одном важнейшем проекте нашего музея. Это Всероссийском историческом депозитарии «Лица Победы». Он призван собрать семейные истории всего военного поколения. По сути, нами создано колоссальное хранилище народной памяти, цифровой банк данных человеческих судеб и истории военного времени. Всенародный исторический депозитарий, который с момента его открытия уже получил отклик сотен тысяч людей во всем мире, сейчас можно смело назвать международным. В Музей Победы приходят заявки из разных стран с просьбой разместить фотографии родственников в нашем историческом депозитарии. В перспективе это дает возможность создать коллективный портрет военного поколения в мировом масштабе, чтобы через судьбы людей во всем мире показать, как важно беречь память и историю. Думаю, что «Лица Победы» тот самый проект, который очень нужен и значительен для всего русского мира и может объединить многих людей, верных принципов сохранения исторической памяти, преемственности поколений и готовых отстаивать мир во всем мире. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Александр Яковлевич. Рафаэль Гусман-Терада, наш давний хороший друг, профессор Гранатского университета, организатор одной из наших самых ярких, запоминающихся Ассамблей Международной Ассоциации, преподавателей русского языка и литературы. он входит в состав правления Маприал и преподает. Преподает русский язык, русскую литературу и в последнее время он это делает онлайн. Скажите, Рафаэль, как это преподавать русский язык нерусским людям дистанционно? Это хорошо, это плохо, это вообще возможно? Пожалуйста, Рафаэль. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, мне очень приятно вас приветствовать из Гранады, из Испании. Гранада – это город, который вошел в историю Маприал и в историю фонда «Русский мир» за то, что в нем состоялся ровно пять лет назад 13-й конгресс Маприал. Тема моего доклада преимущества и трудности использования инновационных интернет-ресурсов в практике изучения и преподавания русского языка и русской литературы как иностранных. Пандемия коронавируса определила цифровую трансформацию всего процесса, учебного процесса в целом. Очень быстро меняется и формат уроков и формат занятий, формат лекций. Хотелось бы подчеркнуть, что в области онлайн обучения РКИ немало было уже сделано. Например, во-первых, это учебные ресурсы по русскому языку, электронные учебники, учебные пособия, тренижеры, практикумы, тесты, например, портал образования на русском институте, о котором мы уже говорили, института Пушкина, уроки русского языка, RUDN, Russia Online, Learn Russian, Russian Step by Step и другие. Во-вторых, это разные цифровые ресурсы для создания учебных материалов, презентаций, аудиофайлов, интерактивных упражнений, электронных тестов, онлайн-курсов и викторин по русскому языку. В-третьих, это электронные ресурсы, не относящиеся напрямую к учебным, интерактивные карты, Google, Яндекс и другие, голосовые помощники, Алиса от компании Яндекс, Siri от Apple и другие, социальные сети, Facebook, ВКонтакте и другие, программы машинного перевода, Google переводчик, Яндекс переводчик и другие. Сразу отметим, что полный переход на онлайн-обучение имеет ряд негативных факторов, так как, во-первых, не позволяет получать эффективную обратную связь от студентов, во-вторых, с помощью онлайн-обучения сложно организовать практические и лабораторные занятия, направленные на отработку практических навыков студентов. Для этого необходимы инновационные онлайн-тренажеры различного формата. Также стоит обратить внимание на следующие трудности и проблемы, с которыми сталкивается преподаватель русского языка и русской литературы как иностранных. Существует огромное разнообразие этих сайтов, этих ресурсов в интернете, и студенту и преподавателю очень тяжело ориентироваться в них. Нет систематизации цифровых образовательных ресурсов с одной стороны для преподавателей, с другой стороны для студентов. Нет разночения. Не хватает методических ресурсов, особенно в сфере преподавания русской литературы как иностранных, и в сфере преподавания перевода. Перевод лексики с культурным образованием, компонентом, перевод национальных компонентов и другие. Не хватает национально-ориентированных ресурсов. Учитывая данные трудности и проблемы, наша научно-исследовательская группа в Гражданском университете разработала и внедрилила в практику инновационные, образовательные, цифровые ресурсы. Во-первых, в рамках трех инновационных проектов по созданию цифровых образовательных ресурсов по РКИ, финансируемых Гранатским университетом. Мы систематизировали все базовые интернет-ресурсы и создали методические модули как для преподавателей, так и для студентов. Подробнее можно ознакомиться на портале «Эль Руссо» на Испании. Во-вторых, мы создали модуль для испаноязычных студентов по работе с национальным корпусом русского языка. В-третьих, мы создали лабораторию мультимедийных проектов, презентации, видеороликов и другие, в которой представлены лучшие мультимедийные проекты и испаноязычных студентов на русском языке. В-четвертых, при финансовой поддержке фонда «Русский мир» мы реализовали два крупных национально-ориентированных инновационных проекта, основанных на новом подходе к диалогу культур. Первый – это интерактивный национально-ориентированный учебный комплекс по чтению и развитию речи для испаноязычных студентов «Россия-Испания. Диалог культур». Созданный российско-испанским коллективом, представлен диалог культур на текстовом материале. отражающим разнообразные русско-испанские контакты. Это первый национально-ориентированный учебный комплекс для испаноязычных студентов, ориентированный на поиск и выделение межкультурных соответствий и различий на концептуальном уровне и позволяющий эффективно использовать русский язык как иностранный в реальных условиях межкультурной коммуникации. Сейчас мы завершаем проект по созданию мультимедийного ресурса по русской литературе и культуре. Единственный в испаноэссичном мире, который насчитывает более полмиллиарда носителей языка. В заключение хотелось бы сказать, что несмотря на уникальные возможности, которые интернет-ресурсы нам предоставляют в учебном процессе, не стоит их абжалитизировать. На наш взгляд, перспективным будет подход, в котором гармонично сочетаются и традиционные методы обучения, основанные на живом контакте преподавателя и студента и эффективные обратные связи от студентов, и инновационные интернет-ресурсы, которые открывают уникальные возможности как для преподавателя, так и для студента. Спасибо большое за внимание. Спасибо Рафаэлю Гусману Тирадо. Следующую выступающую я знаю очень давно, мы вместе учились на историческом факультете Московского государственного университета. Сейчас она известна всем, как директор нашего величайшего культурного достояния Третьяковской галереи. Зельфира Исмаилуна Трегулова, которая, на мой взгляд, совершила подвиг. Так получилось, что именно благодаря усилиям посещение Третьяковской галереи в период пандемии выросло многократно. Она использовала для этого самые неожиданные приемы и способы, в том числе, привлекая таких, в общем-то, неоднозначных фигур, как, например, Сергей Шнуров или наш известный актер Константин Хабенский. Конечно, творчество Зельфире никогда нельзя было отказать, но как это удается, как удается поддерживать такой высокий уровень музейной работы даже в условиях пандемии? Пожалуйста, Зельфира. Уважаемый Вячеслав Алексеевич, уважаемые участники 14-й Ассамблеи Русского Мира, для меня большая честь выступать сейчас перед вами на тему, которая всегда невероятно волновала меня и которая на самом деле лежит в основе того, что делаем мы здесь в Третьяковской галерее, что делают все мои коллеги, это создание образа России как невероятной, многосложной, богатейшей культурной цивилизации. Это было задачей многих выставочных проектов, которые готовила и лично я, таких как Выставка России с восклицательным знаком, открывшаяся в свое время в 2005 году в музее Гугенхайма в Нью-Йорке и ставшей самым посещаемым проектом на протяжении следующих десяти лет. Это выдающийся проект Государственной Третьяковской галереи, выставка «Русский путь» от Дионисия до Малевича, которая полтора года назад экспонировалась в самом центре Европы, да и, наверное, одном из важнейших мировых культурных и духовных центров в музеях Ватикана в крыле Карла Великого Собора Святого Петра выставка, представившая русское искусство как древнерусскую живопись, так и живопись передвижников или искусства рубежа XIX-XX веков, как некую непрерывно воплощаемую идею, идею, где во главу угла ставится некая абсолютная вершина, абсолютная истина, ради достижения которой русские художники, русские писатели, русские философы, интеллектуалы старались идти до конца и пытались донести и до России, до русских людей, до всего мира какие-то важнейшие этические и духовные постулаты. Сейчас мы разговариваем с вами о том, как вот это понятие русский мир, для меня это ассоциируется с русской культурой и России как культурной цивилизации, как он сегодня воплощается, трансформируется, транслируется через онлайн проекты. Да, сегодня онлайн стало нашей жизнью, это неотъемлемый атрибут сегодняшней деятельности любого рода. И задача сейчас очень правильно использовать этот формат для того, чтобы не заслонить вот этим онлайн продуктом, который мы все сейчас создаем и очень интенсивно создаем, не заслонить оригинальное произведение искусства, оригинальный художественный феномен, общение с которым все равно невероятно важно и подпитывает нас сегодня в не самые простые времена невероятными эмоциями, чувствами, побуждает нас мыслить в каком-то совсем ином, нестандартном, неординарном направлении. Третьяковская галерея за последний год сделала на самом деле невероятно много для того, чтобы очень живо, ярко, активно присутствовать в онлайн-пространстве. Необходимость выхода к максимально широкому количеству зрителей через онлайн заставила нас невероятно сконцентрироваться и за время карантина, за те три с половиной месяца, пока мы, как и все остальные музеи, были закрыты, мы насытили онлайн-пространство невероятным количеством проектов. Наверное, самая впечатляющая цифра это наша активность на YouTube. За этот год это 4,6 миллиона просмотров, причем это не просто просмотры каких-то отдельных локальных программ. Мы присутствуем на YouTube совершенно новыми продуктами, созданными специально в эпоху пандемии, продуктами, рассчитанными на зрителей в Москве, которые не могут к нам прийти, на зрителей во всей огромной стране от Калининграда до Владивостока, где, кстати, мы планируем открытие своих филиалов. Это продукты, рассчитанные на огромное количество в первую очередь русскоязычных соотечественников, живущих за рубежом. В этом году на YouTube мы представили два замечательных фильма «Третьяковка со шнуром» и «Третьяковка с Хабенским», которые мы сделали совместно с Сбербанком на платформе ОКО, и потом эти фильмы были выложены онлайн и стали доступны абсолютно бесплатно для всех наших подписчиков и пользователей. Это фильмы, где ведется очень прямой, непосредственный диалог о важнейших произведениях русского искусства, диалог, импровизация, и зрителю кажется, что он просто стоит за спиной тех двух людей, которые ведут диалог перед великими творениями. русских художников. В первой серии это была классическая русская живопись второй половины XIX – начало XX века. Во второй серии – и это была гораздо более сложная задача в серии, которую мы делали вместе с Константином Хабенским – это был русский авангард. Количество просмотров фильма «Третьяковка со шнуром» перевалило за один миллион, и мы говорим не о заходах, а о просмотрах. Этот фильм, разделенный на 11 эпизодов, а второй фильм был разделен на 9 эпизодов, также показывался в качестве отдельных фильмов, посвященных тому или иному шедевру русского искусства. Пока мы работали на удаленном доступе, нам удалось создать 18 интереснейших фильмов «Истории одного шедевра», где наши методисты, экскурсоводы, кураторы рассказывали историю того или иного шедевра. Мы выпустили два замечательных фильма из серии «Художник говорит», посвященные современным художникам. Это фильм о Викторе Пивоварове, это фильм об Игоре Макаревиче, и, как и фильмы «Третьяковка со шнуром» и «Третьяковка с Хабенским», это очень неординарный, нестандартный, оригинальный, интересно, очень сильно и изобретательно снятый фильм. Мы были очень активны в наших образовательных программах. Наш новый образовательный ресурс «Лаврус», который мы запустили только в декабре, к настоящему моменту получила аудиторию в 70 тысяч человек, и особенно популярны там программы, связанные с выставками прошлыми или теми, которые уже открылись в эпоху после пандемии. Мы очень активны в соцсетях, у нас 148 тысяч подписчиков на Фейсбуке, столько же, удивительное совпадение на Ютьюбе, 193 тысячи подписчиков ВКонтакте и 466 тысяч подписчиков в Инстаграме. Это огромные цифры, и не случайно Третьяковская галерея названа в числе лидера по посещаемости своих онлайн-программ. мы лидируем по числу подписчиков и посещений всех наших интернет-ресурсов согласно недавнему опросу, который только что был опубликован ТАСС. Мы действительно работали самым напряженным образом для того, чтобы сделать все, чтобы то, чем мы владеем, что мы храним, что мы изучаем, что мы старались раньше делать доступным всеми возможными оффлайн-способами и масштабнейшими выставочными проектами, о некоторых из них я уже говорила, осуществляемые и за рубежом, и по России, и там, где планируется открытие наших филиалов. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас эти возможности ограничены, и мы должны сохранить свою аудиторию, мы должны нарастить эту аудиторию с тем, чтобы, когда все сложности закончатся, когда мы снова будем жить так, как мы жили до наступления пандемии и карантина, чтобы все те люди, которые были с нами все эти месяцы, которые изо дня в день заходили на все наши ресурсы, которые смотрели наши фильмы, которые обращались к нашим образовательным программам, чтобы они все либо вернулись в наше выставочное экспозиционное пространство, либо пришли туда впервые, потому что мы также поняли за это время и то, что довольно большое количество людей, которые активнейшим образом заходят на наши онлайн-ресурсы, вживую никогда не были в Третьяковке. Это действительно наша общая задача сделать так, чтобы понятие России ассоциировалось с невероятной, масштабной, прекрасной страной, страной невероятного культурного разнообразия, страной, культура которой дала миру реальные, величайшие шедевры искусства, литературы, музыки, которая дала миру то, чем мир до сих пор живет и питается. И мы очень хотим, чтобы наряду с великими именами Достоевского, Толстого, Чехова, Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Стравинского, Шостаковича, Прокофьева, имена Ильи Репина, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Архипа Куинджи и многих-многих других художников, чьи выставки мы делали в последнее время, весь этот невероятный пласт русского искусства и классического, и авангарда, и искусства XX века, чтобы это стало гораздо более широко известно в мире и чтобы русское искусство заняло самое достойное место в мировой художественной иерархии. Вот так работают наши музеи в эпоху пандемии. Спасибо большое Зельфире Исмаиловне и сейчас мы из Москвы перенесемся в Соединенные Штаты Америки, где сегодня проходят выборы президента США. И мы узнаем к утру кто же все-таки победил, Трамп или Байден. Хотя, может быть, и не узнаем, потому что в Соединенных Штатах сейчас все возможно. Но мы точно знаем, что в Соединенных Штатах на будущий год, как и во всем мире, будут отмечать юбилей. Юбилей нашего великого соотечественника Федора Михайловича Достоевского. В Соединенных Штатах в штате Северная Каролина в Дюкском университете работает Сьюзан Аполлинарио. Она является президентом Международной Ассоциации Общества Федора Михайловича Достоевского. И, конечно, на нее ляжет очень большая глобальная нагрузка, потому что Федор Михайлович, конечно, является одним из важнейших символов русской культуры и русского мира как такового. Сьюзан как сейчас воспринимает Достоевского? Почему Достоевский? Что такое Достоевский в современном мире? И как его будет отмечать международное общество любителей его произведений? Здравствуйте, милые, дорогие, далекие друзья! Благодарю организаторов за милое приглашение участвовать в панельной дискуссии с глубоко уважаемыми коллегами. Мы с вами вместе благодаря чудной технологии, такой, какой даже в самой дикой фантазии, самой фантастичной изо всех наифантастичнейших писателей, даже молодой Достоевский, инженер, не мог бы сфантазировать то, что следующий год, двухсотлетие вашего Федора Михайловича Достоевского, не кажется меня случайностью в наши крайние трудные времена. Те странные условия, в которых мы находимся, не только интернетовские, но и условия глобальной пандемии ведут нас к классике. Я имею счастье жить всю взрослую жизнь вместе с вашими большими тремя Достоевским, Толстым, Чеховым. Они зреют, как хорошее вино, они питают ум, тело и душу. Их читали до меня с вами, их будут читать после меня с вами. Для меня преподавать классические русские произведения американским студентам большая радость и привилегия. Особенно рада, что готовится так много конференций, симпозиумов и мероприятий к юбилею. Скоро в этом месяце, то есть в ноябре или в следующем, но обязательно к юбилею откроется новый веб-сайт Международного общества Достоевского, на котором будет собрано богатство разных ресурсов западных, русских, южноамериканских и стран Азии и Европы. Плачут о том, что современная молодежь увлекается поверхностными развлечениями. Особенно ноют старые люди. Ничего в этом нового нет. Всегда было так между поколениями. Я стараюсь плыть против течения, нытья и отчаяния, ищу в молодежи ту искренность и любопытство, которое вечно присуще их возрасту. И мне кажется, что молодые люди, окруженные интернетовской мелочи, жаждут чего-нибудь глубокого, ищут буквально духовной пищи. Где лучше найти такую пищу, чем в русской литературе? Но действительно нелегко отвыкают от чтения. Их надо воспитывать, как читать и как получать удовольствие от чтения. С нами, то есть с ними стараюсь иметь в виду, что во время Толстого не было интернета, ютуба, фейсбука, ватсапа, твиттера, инстаграма и всего остального. И тогдашнее чтение аналог нашим соцсетям, кино, телевизору. Я поощряю студентов нырять в текст, заставлять себя забывать свою трудную бытовую жизнь со всеми ее стрессами и страхами и жить вместе с героями в их мире. Хотя не говорю это им. Это замечательная форма психотерапии, забыть себя и жить в шкуре другого человека, хотя бы на время. И замечательно интересно, студенты молодого поколения и вообще люди во всем мире начинают возвращаться к литературе. Все знают, что был такой человек толстой, писал романы, все читают эти романы и им любопытно, хотят попробовать читать. У меня нет фактов и статистики об этом, служу только по моим студентам и знакомым. Этой осенью мы сидим дома, пропадаем через Zoom, и у меня больше студентов, чем в прошлое, спокойнее, скажем, в свободные времена. Ведь как мы, они заключаются у себя дома, не могут выходить и веселиться друг с другом, как в прошлом. И как люди их возраста должны, их невольное заключение ограничивает их возможности, сосредотачивает их внимание на то, что вообще можно делать в пределах одной тесной комнате. Я лично глубоко сочувствую им, но признаюсь, для преподавателя литературы это большое счастье. Нет умных выбора, они у нас в руках. Раз, недавно я зашла в UPS, это магазин, откуда можно посылать посылки. Никого там не было, кроме меня и служащего за прилавкой. Я даю посылку, очень тяжелую, хотя маленькую. Что в посылке, любопытство это? Тяжеловато. Это магниты, говорю, с изображением Достоевского. В обществе Достоевского мы делали магниты и рассылали их писателе, то есть любителям писателе. Надеюсь, что это видно. У нас даже есть магнит второго издания. Может быть, вы видели. Так, Кассир. Много лет я увлекался чтением Достоевского, и мы с соседями каждый день разговаривали о его книгах. Конечно, я совершенно обрадовалась, и мы продолжали разговаривать там в магазине, где кроме нас никого не было. Оказалось, что время, когда он так увлекался Достоевским, он сидел в тюрьме, и собеседники у него были тоже заключенные. Там читали, говорили о том, что читали. Не было другого вида развлечения и общения. Думаю об этом сейчас. Мы все заключенные, как они, как мои студенты, как все люди в мире, как сам Достоевский. чему учат классическая литература человека XXI века? Я предпочитаю смотреть на вопрос иначе. Главное, не требовать от литературы, чтобы она у нас учила чему-нибудь, несмотря на то, что требовали от писателей классиков, чтобы они буквально учили, как жить, чтобы они занимались политикой, писали о том, как делать реформы в обществе, особенно, как мы знаем, в русском контексте. Но нет. И здесь я в полной солидарности с Антоном Павловичем Чеховым. Самое главное в литературе это, чтобы читать молодой, средний, старый, умный, неумный, русский, американский, бразильский, китайский, любой, либерал, атеист, верующий, беспартийный, рабочий, королева. Повторяю, самое главное это, чтобы читатель влюблялся в литературу, получал удовольствие от нее, влюблялся в чужой волшебный мир книги, в мир совершенно другого времени и места, и там находил не только друзей и учителей, но и самого себя. Это основа того важного, что общая между вами и нами. Литература служит не основой споров, драк, разногласий, недопонимания. Это территория политиков в эти дни, наши дни выборов. Для нас, читателей, русская классическая литература сближает нас, воспитывает нас понимать, прощать и любить друг друга. Давайте будем говорить. И спасибо за внимание. Спасибо, Кэрол, за такую преданность Федору Михайловичу, который, на мой взгляд, является, наверное, самым великим русским прозаиком, великим человеком и великим гражданином. Но из Соединенных Штатов переносимся, надеюсь, сегодня в солнечную Грузию. Там наш большой друг Николай Николаевич Свинтицкий, председатель правления Ассоциации деятелей русских театров зарубежья. он является директором Тбилисского государственного русского драматического театра имени Грибоедова, прославленного театрального коллектива, где, надо сказать, в прежние времена и я не раз бывал, наслаждался игрой блестящей плеяды выдающихся грузинских актеров, которые чувствовали порой русскую культуру лучше, чем русский. Николай Николаевич, мы много говорили на прошлой ассамблее тоже о миссии русского театра. Ясно, что он переживает не самые простые времена и во многом является наказанным в ряде стран. И сейчас он оказался тоже в сложной ситуации, когда и театры под ударом этого коварного врага человечества под названием коронавирус. Но я думаю, что вы как раз тот человек, который абсолютно не сгибаем, который будет делать то, что считает нужным, осуществлять свою миссию в любых условиях. И вот что для вас нынешняя ситуация, и какие возможности вы видите для того, чтобы наша театральная русскоязычная среда, она продолжала существовать, развиваться и завоевывать новые позиции. Дорогие коллеги, приветствую вас и надеюсь, что наша встреча будет результативна, как и всегда. Пандемия, которая изменила формат нашего сегодняшнего общения, изменила и все вокруг. И самая катастрофическая образом она повлияла на театральную деятельность. Театры оказались в ужасном положении. С ними случилось самое невообразимое. Они остались без зрителя. На протяжении последних 30 лет русским театрам и так приходилось несладко. Войны, революции, безденежья, тотальное сокращение русскоязычного населения в странах нашего пребывания. А сейчас еще и пандемия. Казалось бы, это смертельный приговор. Но я снимаю шляпу перед великими подвижниками, благодаря которым русский зарубежный театр умудряется выживать даже в самых диких, иначе и не назовешь условиях. К сожалению, я не могу назвать поименно всех и лично благодарить каждого, ведь в ассоциацию деятелей русских театров зарубежья входит 60 театров из 37 стран, и еще подано несколько десятков заявок, которые мы в ближайшее время рассмотрим. Остается только восхищаться, что эти бескорыстные энтузиасты продолжают ставить прекрасные спектакли, проводить видеотрансляции своих постановок, выступать в камерном формате, играть на открытом воздухе, устраивать так называемую шахматную рассадку, проводить интересные фестивали и онлайн трансляции. русский театр за рубежом снова выжил. Низкий всем поклон. Я хочу вас уверить, что ассоциация, которая была создана ради вас, продолжит делать все от нее зависящее, чтобы русские театры мира продолжали нести свою высокую миссию. Я благодарю всех выступавших, их список у нас на этой панельной дискуссии исчерпан, хотя мы могли бы говорить и говорить и привлекать все новых и новых участников, но я благодарю еще и вас за ваше внимание, за то, что вы с нами. И сейчас мы переходим к ответам на вопросы, которые поступают к нам. Итак, мне сообщили, что у нас есть вопросы от Сергея Глебовича Петросова, нашего большого друга, ответственного секретаря Бельгийской Федерации русскоязычных организаций. Пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Алексеевич, на прошедших ассамблеях неоднократно были высказаны и поддержаны предложения о создании за рубежом международной неправительственной организации для поддержки и продвижения русского языка в мире, представительства интересов и защиты прав здесь за рубежом тех людей, которые несут эту благородную миссию. Создание международной организации русофонии давно отстаивает наш общий друг Дмитрий Декашко. Съезд русофилов в Болгарии предложил создать такую организацию в форме международного движения. На основе глубокого изучения международного опыта здесь, в Брюсселе, инициативной группой проработана и готова быть представлена на суд самой компетентной аудитории концепция создания такой неправительственной организации в форме международной федерации. Предложений много, они, естественно, разнятся в деталях, но едины в одном. Идея, что называется, уже давно витает в воздухе, назрела и даже перезрела. В связи с этим мой вопрос, когда мы перейдем от слов к делу, когда начнется работа по притворению этого важного и действительно нужного проекта в жизни. И вытекающие из этого вопроса предложения, предлагаю решением ассамблеи и под эгидой фонда «Русский мир» создать и обеспечить деятельность рабочей группы, задачей которой стала бы подготовка согласованных предложений и разработка проекта уставных документов такой организации с тем, чтобы вынести их на одобрение следующей 2021 года Ассамблеи «Русского мира». Готов принять самое активное участие в работе такой группы. Благодарю вас за ответ. Еще раз спасибо за приглашение. Желаю ассамблей успешной и результативной работы. Спасибо. Спасибо, Сергей Глебович, за ваш вопрос и за вашу готовность сделать действительно очень важное дело. Когда вы задали сначала вопрос «Когда?», у меня было желание ответить, что это вообще-то не ко мне. Потому что «Когда?» Вы уже действительно проделали огромную работу, то есть эта работа ведется с одной стороны. С другой стороны, эту работу «Когда?» Ее всегда можно делать. И начать ее можно действительно уже сейчас. И когда вы уже несли практическое предложение на этой ассамблее создать и принять решение о создании такой рабочей группы, которая подготовит создание международной ассоциации, я понял, что ответ на вопрос «Когда?» На самом деле очевиден. Сейчас мы принимаем такое решение. Если это зависит от меня, то я это решение принимаю, я ее поддерживаю. Давайте, я готов сейчас в данный момент онлайн принять предложение от тех, кто желает принять участие в работе такого организационного комитета. я думаю, что организаторы интернет-трансляции сейчас постараются вывести на экран тот адрес, по которому вы можете зарегистрироваться в качестве участников этого инициативного комитета. Я не считаю, что я должен возглавлять его. Вы сами должны собраться, организоваться, выбрать свое руководство и попросить у нас может быть помощь, если она вам понадобится. Это должна быть инициатива всего мира, это должна быть инициатива моя, аппарата фонда русский мир, даже правление фонда русский мир. Это должна быть инициатива большого глобального русского мира. А мы готовы вам помочь. Следующий вопрос, как мне сообщили наши службы, пришел от Дюка Мишеля Нгибана, почетного консула Российской Федерации в Республике Конго, заместителя председателя Всемирного Координационного Совета Российских Соотечественников, который живет в Пуэнт-Нуаре. Итак, с нами на связи Пуэнт-Нуар. Здравствуйте, Вячеслав Алексеевич. Многие соотечественники считают, что необходимо изменить практику поддержки в зарубежье только русскоязычных средств массовой информации. Нужно больше внимания уделять информационной работе с местными сообществами, расширив их за счет поддержки наших СМИ, публикующих материалы на основных языках страны проживания. Как Вы считаете, если пойдем по этому пути, сможем ли повысить эффективность информационного воздействия на общество стран, где проживают наши соотечественники и где мы продвигаем ценности русского мира? Можно ли ожидать серьезной поддержки этого направления со стороны российского государства? Спасибо. Спасибо, господин Гиббан. Вопрос на самом деле сложный и однозначного ответа на него просто не может быть, потому что ситуация в различных средствах разная. Если Вы спросите меня, готово ли российское государство платить деньги, чтобы о России хорошо писали в газете New York Times, мой ответ нет, потому что в этом случае нас точно обвинят в вмешательстве в американскую внутреннюю политику, ведут еще дополнительные санкции и ничем хорошим это точно не закончится. В большинстве стран мира, я уверяю вас, в подавляющем большинстве стран мира, для того, чтобы представителю русского мира или человек, который знает Россию, сказать что-то хорошее России, не нужно никаких денег. Для этого нужно просто проявлять свою информационную активность, если хотите. Вы знаете, я автор огромного количества статей, самых разных, которые публиковались и в нашей стране, и за рубежом. Я ни разу в жизни не заплатил ни за одну свою публикацию, потому что их публикуют, и таких людей в русском мире подавляющее большинство их публикуют, и они интересны, и русский мир интересен. А Россия пишут много, больше в западной прессе плохого, в восточной прессе хорошего. Конечно, о России с другой стороны пишут мало, потому что гораздо меньше, чем нам бы хотелось, или меньше, чем в тех же самых американских президентских выборах, где в бой идут одни старики. Конечно, это интересно, фильм пойдут одни старики на мой взгляд интереснее, чем нынешняя американская избирательная кампания, где сталкиваются два весьма престарелых джентльмена, говорящие о себе такие вещи, за которые ни за одного, ни за другого голосовать, на мой взгляд, не хочется. Но я не хотел бы так же, чтобы эти мои слова были вмешательством в американскую избирательную кампанию. поэтому, ну да, надо, естественно, продвигать какие-то идеалы русского мира в средства массовой информации. Но то, чтобы Россия платила за это, ну, в каких-то, наверное, случаях это возможно. Но я не уверен, что это тот путь, по которому мы должны идти. Дюк Мишель Нгибана, он очень активный представитель русского мира на африканском континенте. И от него есть еще один вопрос, как мне сообщили, который он хотел бы задать Константину Осицу Косачеву. Пожалуйста. Уважаемый Константин Иосифович, в этом году в Конституцию Российской Федерации был внесен ряд важных изменений и дополнений. Среди них введение в основной закон России понятия соотечествен. Это дополнение особенно важное и давно желанное для миллионов наших соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье. Повлечет ли это поправка, внесенная в Конституцию, изменение дополнения в другие нормативно-правовые акты и масштабные государственные программы, на основании которых федеральные, региональные государственные органы осуществляют программы поддержки соотечественников в зарубежье. Станет ли это внесенное дополнение достаточным основанием для качественного и количественного роста поддержки, оказываемой соотечественникам зарубежья российским государством? Спасибо. Спасибо за вопрос, он очень своевременный и актуальный, а я на него отвечу содержательно, поскольку имел честь непосредственно участвовать в разработке соответствующей поправки, как член президентской рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Так вот, внесение в нашу Конституцию нового положения поддержки России и соотечественников, проживающих за рубежом, знаменует не только переход отношений между Россией и зарубежным русским миром на качественно новый уровень, а это так, но и закрепление конкретных обязательств прямого действия, и это принципиальная разница. Таких обязательств три. Поддержка в осуществлении прав соотечественников, в обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Хотел обозначить ряд актуальных на сегодняшний день направлений работы в привязке к новым положениям Конституции. Первое. В условиях нагнетания антироссийской истерии в ряде стран Запада мы видим, как наши соотечественники, которые либо постоянно проживают за рубежом, либо временно там находятся, становятся объектами провокации или преследований по политическим мотивам. Регулярно осуществляются попытки выкрасть граждан России под прикрытием запросов США. И здесь в полный рост встает задача защиты прав наших соотечественников, попавших в подобные ситуации. Первый шаг к ее реализации был сделан в прошлом году, когда при активной позиции, среди прочего, Совета Федерации удалось добиться увеличения финансирования в два раза фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Но теперь важно создать оперативно работающий механизм реагирования государства на любые политически мотивированные преследования российских граждан и в целом наших соотечественников. Предстоит наладить координацию между различными ведомствами в России и посольствами нашей страны, а также объединениями соотечественников. Надеюсь, что со стороны Всемирного Координационного Совета Российских Соотечественников будут высказаны предложения, как он, этот Совет, мог бы встроиться в нашу общую работу. Второе. В отличие от защиты прав соотечественников, защиты их интересов в странах проживания тема, конечно же, более широкая. Один из наиважнейших интересов наших соотечественников постоянно общаться с исторической Родиной, иметь возможность приезжать в Россию в любое удобное время и без лишних формальностей. В этом направлении, в том числе при поддержке Совета Федерации, уже кое-что сделано. С 2021 года станет возможным получение электронных виз. Еще одна новация упрощение получения виз для иностранных граждан, имеющих близких родственников на территории России. Правительственный законопроект на эту тему уже внесен и мы его совершенно точно поддержим. Защита интересов это и содействие государства выстраиванию многоплановых коммуникаций соотечественников с Россией. Если власти и общество зарубежных стран будут видеть, что наше государство активно развивает партнерские связи с соотечественниками, если вы становитесь точкой входа российских коммерческих и гуманитарных проектов в ту или иную страну, то ваш авторитет и общественный вес будет расти. В развитии этой темы предложил бы организовать большой бизнес-форум российских соотечественников, по итогам которого можно было бы создать постоянную площадку для сотрудничества между предпринимателями и соотечественниками и заинтересованными российскими организациями и бизнес-структурами. Под защитой интересов мы понимаем и действия в ответ на ситуацию со знаком минус. Если где-то власти создают соотечественникам заведомо неравные условия в общественно-политической или экономической сферах, то у России теперь появляется конституционный инструмент, позволяющий соответствующим образом корректировать двухсторонние отношения. И третье сохранение общероссийской культурной идентичности соотечественников наиболее чувствительная тема и на этом направлении предстоит очень серьезная работа. Ситуация со школой в Париже и похожие явления в других странах еще один повод наконец-то оживить концепцию русская школа за рубежом. Она должна получить реальный механизм реализации, который бы позволял использовать различные возможности для получения российского общего образования детьми соотечественников. Где-то это будет школа при посольстве, где-то частная школа с российским образовательным компонентом, где-то иные форматы, в том числе на базе российских центров науки и культуры или дистанционные. Но в любом случае на государственном уровне должно быть выработано системное решение, которое бы соответствовало интересам и России, и нашей зарубежной общины. мы очень надеемся, что и Всемирный Координационный Совет Соотечественников, и МИД России, и Россотрудничество будут совместно работать над этой проблемой. А мы со своей стороны всегда готовы подставить плечо, особенно если речь пойдет о внесении изменений в законодательство. И в этом смысле мы в вашем распоряжении. Спасибо. Мне сообщили, что с нами на связь вышла лаборатория интеллектуальных робототехнических систем Казанского Федерального Университета. И с нами будет говорить робот, которого почему-то зовут Дарвин Второй. Пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Алексеевич, достаточно загрузить программу в мой электронный мозг, чтобы мне превратиться в учителя русского языка, истории или литературы. А мой добродушный характер и миловидная внешность будут залогом эффективной передачи знаний. В прошлом году я уже помогал учителю вести уроки английского языка в детском саду города Казани. Детям я очень понравился. Как вы думаете, сможет ли робот при необходимости заменить в ближайшем будущем преподавателя любой дисциплины в школе или в вузе? Дорогой Дарвин, я думаю, такой талантливый робот, как вы, можете, конечно, заменить учителя во многих его ипостасях, но далеко не во всех. Конечно, детям важно сообщить информацию. Я думаю, они до вас будут внимательно слушать, может быть, даже более внимательно, чем каких-то других учителей, потому что вы им будете интересны. Но никогда, конечно, робот не заменит педагога, который видит и чувствует каждого своего ученика, который знает их психологию, знает, чем они живут, который готовы с ними поговорить по душам, который может реально помочь в тех или иных жизненных ситуациях. Ведь учитель не только учит, учитель воспитывает. Для того, чтобы воспитать человека, нужно быть человеком. Робот может знать очень много, он может иметь в своей голове всю школьную программу, все федеральные и государственные образовательные стандарты, примерные образовательные программы и планы учебные. Он может иметь в голове все учебники, но он все равно не заменит педагога. Он не заменит его тонких замечаний в дневнике по поводу поведения того или иного учащихся. Он не заменит тонкого исправления тех или иных ошибок в тетрадках. Он не будет переживать, хотя может быть вы и переживаете за своих учеников, но так как переживает ваш первый учитель, как переживает ваш педагог, ваш учитель с большой буквы, я думаю, ну может быть когда-то роботы смогут и это. Но для того, чтобы выучить, для того, чтобы воспитать, все-таки человек абсолютно необходим. поэтому Дарвин, дорогой, желаю вам всяческих успехов на педагогическом поприще, но я абсолютно уверен, что никто не заменит нам вам хорошего учителя. Так, ну теперь я переключусь на вопросы письменные, которые мне здесь приходят. вопрос такой. Уважаемый Вячеслав Алексеевич, не так давно вы в одной из своих лекций говорили о новых онлайн-методиках самообразования и самосовершенствования как условия готовности к переменам. На ваш взгляд, есть ли в российской истории, литературе, культуре примеры такого позитивного принятия перемен зачастую неизбежных? Это вопрос от Димитра Димитрова, который является художественным руководителем международного кинофестиваля «Славянская сказка» в Болгарии. Дорогой Димитр, ну в лекции я действительно говорил не столько о том, как использовать современные онлайн-методики для готовности к переменам, сколько о необходимости готовиться к этим переменам. Потому что перемены происходят очень быстро, они неизбежны. и человек должен в этой ситуации очень быстро себя менять. Он должен не приспосабливаться под эти перемены, он должен реально заглянуть в будущее и посмотреть, как эти перемены могут сказаться на их, на жизни человека. Потому что, ну, многие профессии сейчас находятся под угрозой. вот это онлайн-наступление, оно бьет по многим профессиям. Не так далеко отсюда в Сколково ездят автомобили с искусственным интеллектом, которые способны заменить самую массовую профессию, например, в России, которая является профессией водителя. А компания Али Баба, крупнейшая торговая компания не имеет ни одного продавца. Торговля тоже уходит в онлайн. Весь мир меняется. Меняется и мир наших профессий, мир наших представлений. Мы не можем предвидеть, что будет дальше, но мы должны быть готовы к любым переменам. Если вы читаете какое-то описание будущего, и оно вам кажется фантастическим, то, может быть, оно и неправильно. Но если это описание будущего не кажется вам фантастическим, то оно точно неправильно. Потому что будущее придет неизбежно, незаметно, но мы должны думать об этом по одной простой причине, потому что именно там в будущем пройдет вся наша оставшаяся жизнь. Были ли примеры подготовки к такому будущему, которые люди предвидели? Ну, конечно, мы в музее победы, в великой победе, в великой отечественной войне. К войне готовились, и готовились сильно, причем готовился каждый. Готовился каждый за школьной партой, в Асаве и Ахиме, готовился, получая начальную военную подготовку, участь высших учебных заведений, работая в конструкторских бюро, страна готовилась, и каждый готовился к тому, чтобы защитить Родину, и ее удалось защитить. Конечно, готовится к будущему всегда, и любой талантливый человек, который думает о том, чтобы его книги читались и в будущем. Мы говорили о Достоевском, Федор Михайлович много размышлял о смысле жизни, о будущем, и он готовил нас к тем переменам, которые будут происходить. Иногда творцы будущего могут увлекать в самые неожиданные направления. Владимир Ильич Ленин задавал будущее всему человечеству, которое для кого-то к несчастью, не сбылось. Но мы должны чувствовать перемены и пытаться им соответствовать. И, помимо прочего, в нынешних условиях главное это способность жить в цифровой век. Возможность общаться с детьми, которые проводят уже огромную часть своей жизни именно там, онлайн, с нами. Мы должны знать, где они находятся. Мы должны находить с ними общий язык. Это совершенно новое, другое поколение. Недавно мой второклассник запрограммировал кота компьютерного, чтобы он решал математические задачи. сложение, умножение, деление, 12-значные цифры код дает устно ответ. Я просто так для смеха спросил, а он у тебя квадратные корни извлекает? Мой второклассник не знал, что такое квадратные корни. Но через минуту код извлекал квадратные корни. Вот что значит готовность к переменам. Следующий вопрос от Анны Хизанцян, преподавателя Ереванского государственного университета, переводчика русского языка. Да, Армения сейчас находится в очень тяжелом положении, и, конечно, там очень серьезный большой русский мир, и большой армянский русский мир в Москве, и мы действительно всей душой нацелены, я думаю, на то, чтобы конфликт, который сейчас превратился уже в настоящую войну в Нагорном Карабахе, был как можно скорее разрешен мирным путем. Уважаемый Вячеслав Алексеевич, совершенно очевидно, что дистанционные формы обучения дают новые возможности. С другой стороны, дистанционное обучение вызывает все меньше и меньше энтузиазма. Преподавателям нужно в несколько раз больше времени на подготовку, ученики чаще устают, как можно, если вообще можно преодолеть эту усталость. Проблема большая, хотя, должен сказать, есть и прямо противоположные точки зрения, многие учителя говорят, ну и прекрасно, мы прекрасно учимся и учим онлайн, нам не надо готовиться дольше к лекции, у нас уже все готово, и с другой стороны, не тратить надо много времени на разного рода переезды, рисковать заразиться в общественном транспорте или еще где-то, или в самом учебном заведении, и слава богу. Но, конечно, обучение онлайн это абсолютно не то, на что мы должны рассчитывать в будущем. Да, ясно уже, что дистанционно будет учиться гораздо больше детей, чем раньше, и учить тоже, потому что, если год назад подавляющее большинство преподавателей в школах, в вузах никогда не преподавало дистанционно, сейчас подавляющее большинство преподавателей, если не все, уже знают, как это делать. Это делают, потому что жизнь заставила, это действительно удивительно, но в течение буквально пары месяцев люди научились, как это делать. можно ли в этих условиях преодолеть усталость дистанционного образования, но это зависит от каждого. На самом деле, это действительно очень сложное дело. Удерживать аудиторию студентов в течение полутора часов я могу. Удерживать аудиторию студентов полтора часа онлайн я не могу, я не знаю, как это делать. Я уже понимаю, что полтора часа это слишком много, что ясно, что мой монолог должен быть более коротким, что он можно как можно раньше перейти на режим вопросов и ответов, что надо больше использовать какие-то приемы завлекающие, если хотите, ваших учеников, студентов. Больше шуток, анекдотов, это тоже нужно, это нужно и в живом общении, но еще больше это даже нужно онлайн, потому что удерживать внимание аудитории дистанционно очень и очень сложно. Поэтому, да, нам всем предстоит еще многому научиться в этом деле, нужны специальные методические материалы. Компания Яндекс, я знаю, готовит и уже, собственно, использует программы обучения учителей тому, как надо не только преподавать информатику, но и как преподавать онлайн, другие предметы. Обратитесь к их образовательным ресурсам, они, на мой взгляд, очень и очень интересны. Московский государственный университет тоже не только создает свою образовательную платформу, не только предлагает огромное количество курсов университет без границ, глобальный университет без границ, но и предлагает то же самое курсы методики преподавания дистанционно. Какое-то время это преподавание будет очень актуально, но, опять же, никто и никогда не заменит учителя. Как робот не заменит учителя, так и онлайн-обучение не заменит учителя в классе, который видит эти живые глаза учеников и который передает им свою любовь и свое тепло. Любовь и тепло через объектив камеры передать очень и очень сложно. Следующий вопрос, который ко мне пришел, вот какой. Широкое внедрение цифровых технологий в сферу культуры, виртуальные концертные залы, музеи, онлайн-трансляции, развитие национальной электронной библиотеки позволяют человеку вне зависимости от проживания получить доступ к лучшим образцам академического искусства. Согласен. Как вы считаете, могут ли виртуальные технологии заменить реальное искусство, а виртуальные концерты вызвать те же эмоции зрителей, что и во время жирового концерта обеспечить живое общение артиста со зрителем? Вопрос этот задал генеральный директор гильдии драматургов России Юрий Алексеевич Бутунин. Юрий Алексеевич, ну нет, конечно, конечно, нет, никакая цифра никогда не заменит театра этого восторга. Как никогда телевизионная постановка не заменит посещение МХАТовской постановки или постановки в Большом театре. Я даже не представляю, как это, ну, понимаете, да, это можно увидеть, это фотография, но фотография никогда не передаст волшебство картины, написанной художником. То же самое и здесь, это атмосфера, это чувство зрителя, чувство сопричастности к тому волшебству, которое происходит на сцене, нет. Конечно, технологии и телевизионная или интернет-картинка никогда этого не заменит. Поэтому я думаю, что беспокоиться-то и не надо, беспокоиться надо из-за того, что многие театры сейчас, к сожалению, закрыты, и во многих трупах большое количество заразившихся. Поэтому надо нашим театральным деятелям пожелать тоже здоровья и стойкости. У них тоже очень опасная, сложная профессия, у них они на переднем крае, приходится рисковать очень много. Кстати, заодно и обращая эти слова и к моим коллегам-парламентариям, которые продолжают работу в эту сложную эпоху, в Государственной Думе Российской Федерации число заболевших и уже переболевших коронавирусной инфекции приблизилось к сотне, и один наш коллега, к сожалению, уже скончался. Вопрос от Юрия Владимировича Журавкевича, директора образовательно-культурного центра просвещения без границ из Минска, Республика Беларусь. Вот тоже достается сейчас белорусскому народу, поскольку те, кто считает, что русский мир не может сам позаботиться о своей судьбе, решил позаботиться о судьбе Беларуси и осчастливить ее очередной майданной революции. Но, к счастью, там пока ничего не получается, и украинский сценарий с развалом и обнищанием страны, я уверен, Беларусь не пройдет. Уважаемый Вячеслав Алексеевич, вопрос о единении русского народа испокон веков волновал всех русских мыслителей и классиков литературы. При этом парадоксальный факт. Русская диаспора считается одной из разобщенных в мире. Согласен. Насколько идеи русского мира способны слотить русскоязычные интернет-сообщества? Видите ли в будущем или в настоящем такие сообщества русского мира в интернете в условиях жесткого контроля со стороны западных СМИ над распространением контента, содержащего объективную информацию о русской культуре, ситуации в Республике Беларусь, в Армении, Азербайджане и так далее. Сложный многоплановый вопрос. Юлия Владимировна, смотрите, русский мир действительно был разобщен изначально. если мы посмотрим на первые волны миграции и миграции из России, то это были волны людей, которые либо вырывались из ада, как белые миграции, пытавшиеся вырваться из этого большевистского для них ада, где им была уготована смерть, либо из рая, они же, который для них был потерян навсегда. Это была трагедия. И в этом трагедия разобщенности русского мира и русской диаспоры. Потому что они вырывались из ада, который для них был раем всю их жизнь и куда они уже не могли вернуться. Это действительно трагедия. И так было и дальше. В советское время было то же самое. Расколотый был русский мир. И к тому же он был разделен по идеологическому принципу. Всегда очень сильный он разделен по идеологическому принципу и сейчас. Конечно, последние волны русской эмиграции, они другие. Они абсолютно могут быть идеологическими, очень перемешанными. И нигде нет чувства ненависти отчужденности от своей страны. Они всегда могут вернуться, всегда могут уехать, приехать. Правда, не в условиях, конечно, коронавирусной пандемии. Но в любом случае это уже другая ситуация, другой русский мир и другие возможности для его объединения. Будет ли русский мир когда-либо единым? Нет, не будет. Потому что он по-прежнему будет разделен идеологически. Кто-то будет учить русский язык, потому что на нем разговаривал Ленин, а другие будут учить русский язык, потому что на нем разговаривал Андрей Дмитриевич Сахаров. Это разные русские миры, они при этом чувствуют свою культурную общность, и русский мир это самоидентичность. В этом смысле русский мир един. Есть русские, которые уже перестали себя считать русскими, и бог с ними. Значит, они недостойны своей родины, недостойны Пушкина, недостойны Достоевского. Пусть они живут своей жизнью, но для тех, для кого русский язык, русская литература, русская культура, русский мир, Россия, это не пустой звук, для них, конечно, возможности для единства сейчас очень серьезные. И вы знаете, совершенно не обязательно, чтобы это единство шло как-то через фонд русский мир, через наши ассамблеи, совершенно не обязательно. Мы знаем, что существуют русскоязычные сообщества, которые не хотят иметь дело вообще ни с какими российскими структурами, и они существуют, они объединены, они взаимодействуют, они чувствуют свою общность, они чувствуют свое единение с русской культурой, с Россией. и дай им бог силы здоровья. Да, нам сложно, нам сложно, потому что русский мир прессуют, и как организацию прессуют, и прессуют русский мир как идею, объявляя ее чуть ли не человека ненавичнической, хотя это одна из самых гуманистических идей, которые есть на планете Земля. Действительно ставят палки в колеса, действительно дискредитируют и сам русский мир, и Россию, уж так, как нас дискредитируют никого на планете не дискредитируют, но сейчас еще вот Китай добавился, Иран, но еще Северная Корея и список исчерпан, на самом деле. Поэтому да, мы находимся в информационной блокаде очень часто, да, нас фильтруют и очень сильно, да, нас цензурируют, у нас в России цензура запрещена, но цензура идет уже с другой стороны, от Твиттеров, Гуглов и Фейсбуков, которые сами цензурируют то, что исходит уже из самой России и даже в самой России. С этим, ну, естественно, надо бороться, с одной стороны, судебными методами, с другой стороны, развивая собственные платформы и собственные возможности продвижения своего контента. История ведь никогда не останавливается, она продолжается и будет продолжаться, и будет идти вперед, и я уверен, что вот это противостояние, оно будет и дальше. Но сейчас уже Россия другая, она не та, которая была в 90-е годы, когда действительно она была разорвана в клочья, экономика разорвана в клочья, мозги разорваны в клочья. сейчас Россия собралась. У нее есть очень серьезные партнеры в этом мире. И мы, безусловно, как я уже сказал, открывая ассамблею, на правильной стороне истории. А это значит, что наше-то дело правое, и победа, безусловно, будет за нами. Это была панельная дискуссия «Русский мир онлайн». Спасибо выступавшим, спасибо огромное за те вопросы, которые пришли к нам в форме видеообращений, в форме письменных вопросов. И мы продолжаем работу нашей ассамблеи. Не прощаемся. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова